МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошу прощения. Простите. Звучит музыка. Здравствуй, дорогая. Где ж ты была? Нет. Тут уже 15 минут. Здрасте. – Девушка, возьмите цветы. – Ой, спасибо. Петя, чуть выше. Во. Ну, все, славь Петя, а то наша генеральща приедет и все достанется, особенно родственникам. – Привет, отец. – А подросток как? – Привет. – Привет. – Пожалуйста, Викторович. – Привет. – Смотрите. – Да. – Нравится? – Да-да-да-да. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Поулыбалась? – Здравствуйте. – А теперь за уроки быстро. – Ну как? Ну вот, вот так как-то будет все выглядеть, еще будут лампочки гореть вечером. Чего ты, не очень, да? Ай, и мне как-то вот, потому что у нас были одинокие сердца. – Мне кажется, одинокие… – Ну да, одиночество, как-то перенаселено. – Потрясающая фраза такая. – Слушай, скажи, пожалуйста, а ты мне ничего сказать не хочешь? – Я? – Да. – Я хочу. – Ну скажи. Это… Прекрасно сегодня выглядишь. Прекрасно. Ну что? А что? Аллочка. Я тебя поздравляю. – Поздравляю? Меня? – Да. А с чем? – Ой, слушай, я идиот. – Ты забыл. – Я сволочь, а? – Ты забыл. – Алло. – Я забыл. Я просто идиотик старый. – Извините. – Ты забыл. – Слушай, Алусик, прости, у меня все даты эти перепутались, понимаешь? – Алло. – Мы столько раз с тобой женились. – Два раза. – Алло, извините, вас телефону. – Ну прости. – Двадцать лет. – Кошмар. Двадцать лет, а. Как будто вчера. Знаешь, прости, а. Представляешь, как один день, а. – Алло. – Алло, да-да, я слышу, алло. – Слушай. – Алло, да-да, я слышу, алло. Это Алла Стужева. Да, Алла Стужева. Простите, с кем я говорю? Это говорит Мария Валевская. Маша? Да-да, я, я. Господи. Держу я в машине, в переулке с чудным названием «Последний», и наблюдаю, как то ли бронятся, то ли тежутся два не одинокие сердцем. Маша! Маша, привет! Маша! 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 Еще раз ахнешь, я тебя убью. Господи, неужели это ты? Я так неузнаваема. Ты понимаешь, я просто не ожидала. А я тебя сразу узнала. Да. Скажи, это был твой муж? Угу. Да. Господи, когда же мы с тобой виделись-то в последний раз, а? Последний раз. Пятилетие окончания школы. Машка. Лиза, может, хватит, а? Тебе пора? Куда? Туда. Ох, как я мог забыть, а? Вырезай, я тебя видел. Па, я на секундочку забежала. У меня важный разговор. Правда? А в твоем возрасте все разговоры важнее. Гони ее отсюда. Лизонька, вам пора в институт. Угу, угу. Давай, давай. Поцеловать. Чао. Вот мне. Маш, я ведь ничего о тебе не знаю. Как-то мы так взяли и потерялись. Скажи, пожалуйста, ты вышла замуж и куда-то уехала, да? Да никуда я не. Чего? Развелась тогда и спрятаться ото всех решила. Вот получилось на столько лет. Развелась. А за кого вышла замуж? Догадайся. За Ваньку? Да, за него. У вас такая любовь была. Да. Любовь такая, что иногда отдохнуть хотелось. И вместе трудно, и в росте никак. В общем, это про нас. Он очень ребенка хотел. Прям требовал. А я дура. Все для себя хотела пожить. В общем, ругались, ругались. Маша. Маш, Маш. Маша, ты что, плакать собралась? Моя, по-моему, орет. Ну, что ты кричишь? Что тебе не понравилось? Все в порядке. Ты прям как с ребенком. Она и есть мой ребенок. Ну что, кому-то кафе, кому-то вот игрушка. Она у меня как живая, правда. Уже проверено. Посади за руль чужого человека, сразу начинает капризничать. Да, дети современных женщин. Лиза! Лиза! А что ты здесь делаешь до сих пор, а? Точка. Спешу на занятия. Ты знаешь, похоже. Пока, мам! Да головная боль. Институт прогуливает, торчит тут с утра до ночи. К этому парню пристает администратору, сил нет. Ай. У нас с Ваней могла быть уже такая же. Да. И четверо детей. Слушай, а вот тут на фотографии с бородой-то кто? Ты? Ты? Вот это наше кафе. Как тебе? А мне нравится. Я счастлива. Скажи, а почему такое странное название? Ну, не одинокие. А ты знаешь, иногда люди тут встречают друг друга. Я не могу сказать, что встречаются принцы с принцессами, но все-таки люди становятся не одинокими. Ну, браты, глаза и твои, да-да-да. Ну, да. И жена молодая. О! Добрый день. Перезвоню. Эдик, это моя подруга школьная, Маша. Да, очень приятно. Эдик. Эдик, муж. Я муж. Очень приятно. А я с одноклассниками общаюсь. Ну, что, еще кофе куда? Да, Владис. Смотри, барабан. Не узнал его с бородой. Одноклассник мой. Ужас. Кошмар. Четыре жены от каждого ребенка. И говорит, давайте вы еще, ребятки, давайте, давайте, рожайте, рожайте. Ну, пусть женам с вами советует. Пойдем. Ага. Сейчас я ему скажу, а то советует. А знаешь, я считаю, мы с тобой не изменились. Ну, так, если только. Если только совсем чуть-чуть. А в принципе. Скажи, а вы не устраиваетесь здесь встречи выпускников? Нет. Это сейчас модно. А что, одноклассники. Встреча с бывшими одноклассниками. Давай позовем весь наш класс, а? Вообще шикарная идея, ты знаешь. Да? Слушай, и устроим встречу в ближайшее воскресенье. Причем пригласил всех со своими половинами. И вашу. Хорошо. И Ваню, да? Что? Ну, а почему нет? Знаешь, как-то попыталась его найти, но так и не смогла. Не нашла. Нет, я тоже ничего о нем не знаю совсем. Но ты его видеть хочешь? Ой, Господи, если бы ты знала, как я хочу его видеть, но… Ой, Господи. Ты представляешь, мы с мужем ведь тоже разводились. Лизке пять лет было. Ой, как она переживала. А я думала, так лучше, лучше. Ну, а потом опять решили попробовать. А теперь у нас кафе. Угу. Так, не найден. Стало бы, помогла бы. Оторвалась от компьютера. Я ищу Кошкина. Кошкина? Надо же, целый день искать какого-то Кошкина в компьютере. Кошкин нужен Машке. А что это он понадобился ей? У Кошкина может быть своя мышка, своя норка и свои мышата. Сейчас вы его начнете выдергивать и пудрить ему мозги. Ну, зачем это, а? Ой, да ладно. Я сейчас через Вася Заболотного найду. А Вася Заболотный-то что? Труганова. Кстати, моя школьная любовь. Что? О, твоя школьная любовь, Машина школьная. А что это вас всех на школьные любви потянуло, а? Ну, конечно, когда женщине за сорок, то… Ну, ладно, ну, ладно. Ну, почему? Почему такая реакция? Я не про тебя. Я про Машу. У тебя есть я, у тебя есть Лиза, у тебя есть бизнес, у тебя есть, это… Угу, есть, есть. А у Маши ничего. Только ты забыл про годовщину свадьбы. Ну, перестань, ну, пожалуйста. Ну, зачем это, а? Чего зачем? Ну, я прощения попросил, а? Ну, я тебя не извинила. Ну, я в шоке просто был. А ты зачем? Ну, зачем это, а? Ну, хочешь морковку, а? Ну, зачем? Да не надо, не надо. Ну, я на пятидесятилетие свадьбы что-нибудь обязательно тебе подарю, а? Ну, батюки тебе подарю. Ну, батюки. Ну, батюки. Все, давай закончим, а? Хорошо, давай закончим. Да. А, Алла. Что? А, нашелся? Правда, нашелся? Нет-нет, что-то я очень рада. Спасибо тебе. Все, увидимся. Все, увидимся. Ну, что это такое, а? Ну, что это такое? Ну, сколько можно ждать? Там все. Ну, пошли. Ну, пойдем. Да-да-да-да. Барабан, бичок. Ну, ты толстенький какой стал? Эдик, ты до какого возраста рос, а? Выше меня стал, а? Барабан, бичок. Барабан, бичок. Барабан, бичок. Барабан, бичок. Эдик, здесь не думать надо, здесь делать надо! Мальчишки! Ой, девчонки, какие мальчишки сдали. Боже мой, никого не узнать. На нас посмотри. Лучше, что ли? Ну, мы еще ого-го. Да, мы еще пару дозим. Зато Светков как был, так и остался. Ни одной юбки не пропустит. О, кстати, Светка Танакина. Помните любовь его? Должна быть сегодня. Да? Да? А где Пит? На кухню отошел. Ивана нет. Еще не вечер. Ну, где он? Придет. Думаешь, придет? Обязательно придет. Забоватный обещал привезти, значит придет. Скажи, он про него совсем ничего не знает? А у тебя симпатичный спутник. Да ну ладно. Идиот. Уже на подходе. Привет. Здравствуйте, Эдуард Павлович, извините, я даже не знала, причем мне вовремя вышло. Главное, что… У нас день уже вечер начался. Спасибо большое. Извините, ради бога. Это последний раз. Я уже понял все. А вы, девушка, тоже опаздываете. А вы, Светков, можно подумать, меня ждете. Да, я сейчас уже дежурю. Дышу сверху воздухом. Наконец ты. Чертовски рад тебя видеть. Не поверишь, я тоже. Ой, здравствуй, Светка. Привет, привет, привет. Настюха, ну где ж ты ходишь? Я тут расшиваюсь. Все, все, Любаш, я уже здесь. Представляешь, с моим счастьем, как всегда попалась на глаза хозяина. Скажи, как там одноклассники? Что одноклассники? Тетки и дядьки. Всем за сороковник. А бесятся, как подростки. А я вообще не понимаю. Собраться на встречу выпускников и напиться. Они волнение гасят. Это для них как показатель, чего они достигли к их возрасту. Настя, давай быстрее. О, а моих-то классников уже и здесь искать надо. Многие ушли в мир иной. Ну что, стопочку и прощай, жестокий мир. Вам же нельзя, Сан Саныч. Да ну, сегодня можно, я куражу. Сан Саныч, ты пьешь. Так, Аллочка, ну, это нервы успокоить. У меня руки немножко дрожат. Ну, ты же обещал. Ты же, ты же слово давал. Аллочка, ну… А где племянник любимый? На улице обнимается. С кем? Ну, с одноклассницей какой-то. Это так было неожиданно, ты знаешь. Ну, неожиданно, просто абсолютно. Не представляешь, как я рада тебя видеть. Представляешь? И так все это совпало, и Валя, и… Простите, ради Бога, простите, извините. Прерываю. У тебя там дядька на кухне пьет. Я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Это Светлана. А это Аллочка, моя жена. Да, я поняла. Здравствуйте, Аллочка. Здравствуйте. Ну, я пойду к нашему? Да, да. Я скоро присоединюсь. Я надеюсь. И вы приходите. Я сейчас приду. Приду, да. Давай, я жду. Кто это? А? Кто это? Одноклассница. Одноклассница. А что? Ничего. Тебе там родственник пьет, на кухне спивается. А при чем тут, а при чем тут дядька и одноклассница? Ты куда? А куда? Я пойду дядьку успокаивать. Да, а что? Не надо. Ты что, бежишь за ней? Слушай, а перестань, а? Ну, бежишь. Ну, давай, беги. Не надо подустраивать показательный скандал. Беги, беги, не опоздай. Тол чуть-чуть. Поменяй все-таки. Не опоздай, скорей, скорей. Поменяй. Извините. И что случилось? Одноклассница к нам приехала. Бывшая. Давай о себе рассказывай. Ну, а что о себе рассказывать? Держусь. Держишься? Да. А как жена? Ах, на прошлой неделе встречались. Ах ты. Да, дети растут вообще. Не узнаю их больше. А вот и мы. Привет. Ну что? Очень рада видеть. Привет. Узнал, Ваня. Ну, конечно, Алла. Не изменилось. Ты же сказал, просто посиди. Ну, сюрприз тебе хотелось сделать. Мы тут всем классом собираемся. Пошли, пошли. Наши уже все сидят здесь. Пойдем. 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 Не хило у тебя тут. Молодец ты. А кто из наших пришел? Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Маша. Давно не виделись. Пойдем в зал? Сейчас. Ты иди, я подойду мне. Позвонить нужно. Да. Привет. Иди сюда. Присаживайся, здесь свободное место. Спасибо. Давайте знакомиться. Это Иван. Мой бывший одноклассник. А это Сергей. Приятно. Очень приятно. Наши Иван да Марья опять встретились. Выпьешь с нами? Нет ее рулем. А почему ты один? Просто приглашали всех со спутниками жизни? Я один, так получилось. Всех узнаешь? Почти. Смотри, смотри. Видишь Ольга Фомина? Помнишь? Наша первая красавица. Разве она была наша первая красавица? А че ты один пришел? Ах, долго рассказывать. Ну, от цветков твоих где-то. А вот он обнимается. Вы знаете, поосторожнее с резкими движениями. Ее подашнивают. Не отвлекайся. Упадешь. Не дай Бог споткнешься. Малочка, я горлышко промочу немножко, а потом и продолжим. Угу. Угу. До свидания. Витя. Кто это с ним танцует? Это Светка его. Любовь еще со школы. А он что, тебе не говорил? Нет. Тогда и я тебе не говорил. Это твой муж заставил? Так, приятель. Ты была еще замужем? Ты лучше спроси, сколько раз я могла быть? Шампанского купи. А куда ты так рванула? Куда? А че ты побежал за мной? А че ты ее оставил? Иди танцуй. Внимание, смешай. Да, пожалуйста. Тебе в балет надо. А ты ревнуешь, может, меня? Да, мне так приятно, что ты меня ревнуешь. Так это приятно мне. Это тебе надо меня ревновать. Да что ты. Потому что, между прочим, в школе Вася меня очень любил. Вася, Вася. Да, да, Вася любил. Вот иди к своей престарелой самке. Да, хорошо. И пойду, и пойду. Да согласен. Вася, я что-то причесала. Многие к ревнули пошли. Сколько в этом. Сколько злости в этом во всем. Злости? Да, хорошо. Я пойду к ней. Отведи к своему пушистому. Вот и уйду. Очень хорошо. И разойдемся так. И давай разойдемся. Уйди отсюда. Уйди отсюда. А ты пахнешь, как раньше. Я скучал по тебе, Машка. Правда? Да. Твой друг на нас смотрит. Да мне плевать. Хочешь, я вообще его прогоню? А? Что-нибудь выбьете? Нет, я сок хочу. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Все. Ну и зачем нужно было так радикально? Я хочу с тобой остаться одна. Без никого. Надолго не получится. Мне скоро уходить. Что? Не хочется быть единственным трезвым, да? Да нет, не поэтому. Почему? Ну ты же не бросишь мне одну. Одну. Вот в таком вот состоянии. Все. Нет, не буду я сегодня пить, решил. Понимаешь, у меня с этим делом с женой не сложилось никак. Пять лет она меня терпела, терпела. Я все пил и пил. Неудачники у тебя оказались, Аллочка. Извини. Наговариваешь на себя, наговариваешь. Да я тебе правду говорю. Это тебе с мужем повезло. Вон, кафе какой отгрохали. Молодцы. Он у тебя крепкий мужик. Надо было мне тебя после школы сразу в охапку и не пускать. Вот это было бы. Да я б за тебя не пошла. Да я знаю, это я так. Шучу, конечно, несерьезно. И сладко мне, Аллочка. На душе. Слушай, у нас в субботу будет вечер знакомств. Приходи. Приходи. Да ну ты такое скажешь. Ну что, мне еще объявление написать, а? Одинокий алкоголик решил познакомиться. Если ты не возражаешь, я просто с тобой погуляю. Полюбуюсь с тобой, да. Цветку позавидую. Знаешь, у нас совсем не так все гладко, как тебе кажется. А ты знаешь, о чем я дико жалею? Да. О том, что не вышла тогда за тебя замуж после выпускного. Помнишь? Ну скажи, помнишь? Да. Вот знаешь, вот такой вот я вообще нерешительный человек. А вот это неправда. Ты ой, какой решительный. Когда захочешь. Я знаю. Знаешь, я даже немного завидую твоей жене. И завидуй, Светка. У нее свои тараканы. А, Светка. Она все заметила и все поняла. Прости, пожалуйста. А ей все по барабану. Извините, там Сан Санычу плохо стало. Сейчас. Прости. Куда? Сейчас. Так, ну где он? В комнате. В комнате, да. Ну че ты? А, дядька, как ты? Да че-то плохо. Я вижу плохо. А выглядишь-то хреново. Пил? Только честно давай. Ну пятьдесят грамм мне девчонки капель накапали, мне после этого так… Вон они у тебя на лбу эти выступили пятьдесят грамм. Я полчасика посплю и буду как огурец. Давай, давай, давай. Я тебя прошу, только без врачей. Очень прошу. Ложись. Ну что, так я посижу с ним? Нет, я посижу. Давай, я тебе взял, там народу полно. Это я капли накапала. Хорошо. Ложись. Хорошо. Эдька, я посплю, только ты не уходи, пока я не усну. Давай, не уйду я никуда. Спи-спи. Я здесь. Ну давай, будь здоров. Иди сюда. Да. А ты так и не научилась пить. Пьяная, смешная. Смейся, очень рада заставить тебе удовольствие. Слушай, ты сказала за рулем, как же ты в таком состоянии машину поведешь? Если ты меня не повезешь, то поведу. Поведу машину. Мне правда надо уходить. Уходи. Все, уходи. Уходи, 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 уходи. Узнаю тебя, Машка. Излюбленный способ поддействия. Что вы, тушь? Пойдешь? Ну, можно. А там в классе, а там туфли премили в коридоре, да? Да, да мы мыли, да? Ну, какой же. Смотрите, Машка вам как раз выжить, а Ваньке мозги пудрит. Привет, привет! Девочки, давайте присядем. Куда вы? Куда вы? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Угу. Когда вы в последний раз так и попадались, да? По-моему, в девятом, в кабинете географии. А, подожди, в десятом, в читальном зале, да? Душа совсем пьяная. На, включать все, что не добавим. Хорошо. Ну и тебя выгоню. Хорошо. Все, ребят, пока. Девчонки, ну, все-таки надо как-то встречаться. Пока, пока. Спасибо за вас. Все, мы едем ко мне. Представляешь, я не знаю, что будет дальше, но сейчас он меня везет. Ну, я счастлива. Давай. Давай. Вот так вот. Ты понравилась в моей машине. Она не капризничала. Это твой дом. Угу. Почему ты не искал меня? Ты забыл меня? Я пытался. Не получалось, видишь. Ты любил меня все эти годы, а? А я знаю, что любил. Любил. Поцелуй меня. Я не хочу больше жить без тебя. Машка, ты пьяна. Да, я пьяна. Ладно, ладно, ладно. Пошли. 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 В общем, здесь стекло. Держи коробку, аккуратно отнеси ее наверх. Ну что? Вроде пережили. Вроде да. Давай. Слушай, а где Эдуард Павлович? Он уехал? Ну, последние полчаса я его не видел. А вот эта вот женщина, с которой он танцевал. Ну, знакомая его. Она что, уехала? Так вроде уехала, да. Ну, ладно. Петя, без меня все закроете, ладно? О, Аллочка. Что? Может, я тебя подвезу, а? Давай. Ну, давай. Так, так, так. Так. Что, разъехались? Ну, да. А вы еще здесь? Нет, я не здесь! Алла, где? Уехала. Одна? Ух! Поцелуй меня! Поцелуй! Маша! Маша! Тише-тише-тише-тише-тише! Там Катьяшка спит! Да? Смотри-смотри! Что? Твои картины? Нет. Какого-то очень неизвестного художника. Иди сюда. Чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть-чуть! Ты совсем пьяная! Я не могу! Я совсем пьяная! Скажу, что все нравлюсь! 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 Нравлюсь как прежде! Нет, нет, нет! Скажу, что я тебе нравлюсь! Ещё сильнее! Ещё сильнее! Теперь целуй меня! Твоя дверь? – Верь моя. – Откроешь? – Открою. – Открывай. Открою, моя. Я забыла сумку. Я же всё… Господи, что теперь делать, а? Ну почему так? Давай её сломаем, а? Давай её сломаем как-нибудь. – Не надо. – Не знаю ли. Давай выломай замок, а? Не надо, не надо. – Господи, ну почему так? – Не надо. Ну почему? Поедем, поедем, поедем. В кафе, наверное. Там. Возьмём ключи. – И приедем в кафе. – И приедем. – Поедем. – Давай. Лиза! Лиз! Что? Лиза, а папы нет? В моей комнате? Чего это? Не, ну он не приходил. Мам, ты не видишь? Я вообще-то сплю. Ну всё, извини, спи пока. Спи, спи. Занято. Всегда занято. Эдик! Машечка, что случилось? Господи, сумку в кафе забыл. Я сейчас приеду. Нет, я приеду. Да глупости, я рядом, я еду, Маша. Сейчас. Полный бак. Угу. Лиза. Я снова возвращаюсь в никуда. И отыскать пытаюсь яркий свет, боюсь себе зазнаться, что назад дороги нет. Все то, что не успела обрести, не удалось сегодня потерять. Но времени на жизненном пути не удержать. Подари мне себя, свою радость и боль. Я хочу не тебя, я хочу быть тобой. Подари мне всю жизнь, что осталось прожить. Я не просто хочу, я мечтаю любить. Я хотел сказать, не успел. Кто это? Возьмите. Спасибо. Это Аня Кошкина, моя жена. И Маша Кошкина, дочка. Маша Кошкина, ты сказал, что ты один? На вечеринку приехал. Один, да. Но я не один. Давно? Три года. Дочке недавно. На днях. Два годика исполнилось. Машке. Ты должен был раньше сказать. Должен. Должен был. А вот тебя увидел и не смог. Извини. Подари мне себя, свою радость и боль. Я хочу не тебя, я хочу быть тобой. Подари мне всю жизнь, что осталось прожить. Я не просто хочу, я мечтаю любить. Ты чё здесь делаешь, Сан Саныч? Да спал я, Алуш, спал. Этка меня уложил. А что, вечеринка уже закончилась? Сутки закончились. Он что, забыл обо мне? Он вообще обо всех забыл. Лиза, Лизка. Маму не видела? А её что, дома нет? Нету. Приходила, шуршала тут. Слушай, имейте совесть, дайте поспать. Ну, всё, дочь. Давай. Слушай, Сан Саныч, ты знаешь что, ты на меня не обижайся. Я чё-то крупно с тобой разговаривала, я тебя очень люблю. Не обижайся. Малыш, ты на меня тоже не обижайся. Я-то выпил совсем немножко. Ну да. Это мне капельки срубили. Ну да. И ты на Этьку не сердись. Если ученок родился, так это от ревности. Наша, Цветковская порода. Я тоже когда молодой был, о-о-о. Думаешь, он меня ревнует? Конечно, ревнует. Потому что любит. У меня такой характер ужасный. Что теперь будем делать? То, что хотели. Заберем сумку и поедем ко мне. Так говоришь, будто мы кино собирались посмотреть. А мне всё равно. Говори, что хочешь, ты поедешь и сделаешь это. По-моему, в подобных ситуациях не приказывают. Мне плевать. Ты слышишь, мне плевать. Будет там хоть сто жен. И хоть сто детей ты назвал Машками Кошкинами. Машками Кошкинами. Похоже, я не поеду и с выпивкой. Это был трюк, потому что ты трезва. Да. Да. Да, это был трюк, и я трезва. И вообще было вранье, чтоб только ты со мной поехала. И не было у меня никакого спутника, это мой подчиненный. Понимаешь, что у меня вообще в жизни ничего не было, потому что был только ты, который за все эти годы не попытался найти меня и вернуть. А вот ты пыталась меня найти. Где-то была все эти годы. Я столько лет в себя приходил. Только недавно стал от человека похож. Ты появляешься и что? Здрасьте, Вань. Поехали любовью заниматься. А у меня только-только все наладилось. Жена. Дочка любимая. Ну да, Машка Кошкина. Да. Машка Кошкина. Они меня любят, и я им нужен. Я все эти годы думал только о тебе. Я дочку твоим именем назвал. А ты появляешься, чтобы еще раз разрушить мою жизнь. Ничего я не хочу рушить. Ты посмотри на меня. Ты много я баба, мне сорок два года. Вообще, мне жалеть нужно, а не орать на меня. Ну, в чем я виновата, а? В том, что любила всю жизнь только тебя одного. Что ребенка хочу родить. Хочу сына. Хочу сына Ваньку Кошкина. Что твоей жене можно, а мне нельзя? Да. Я виновата только в том, что сумку эту дурацкую забыла. Ну, все-все, Машка. Прекращай. Ну, ты же знаешь, я не могу, когда ты платишь. Не трогай меня. Ненавижу тебя. А только что сказала, что любишь. Нет, Диана. До ее выход этой. Сорок два года, а ревешь будет по тебе двенадцать. Я старая, никому не нужная. Ты такая же, как всегда, Дурюха. Такая же, как всегда, моя Машка. Промогашка. Папочка, я тебя люблю. Мама тебя любит. Папочка, мы тебя любим. Папочка, я тебя люблю. Маша, вот она, сумка твоя нашлась. Смотри-ка. Спасибо. Моя машина здесь, я тебя отвезу. Да, спасибо. Ну, сегодня для меня событий хватит. Ребят, я домой. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Ты тоже езжай. Тебя доможная дочка ждут. Маша. Уезжай. И дочку поцелуй. Машу Кошкину. Алла. Пока. Алло. Эдвик. Ты дома. А что ж ты не пошел провожать свою знакомую? Темно, ей страшно, наверное. Ну, почему тут это? Я только всю ночь бегаю у тебя ищу. С ума схожу. Да, ну и что? Бросил этого Саныча в подсобке. А что с тебя я не знаю? Я знаю. Я здесь и он здесь. У нас все в порядке. Ну, слава Богу. Слушай, Аллочка, давай найдемся уже, а? У меня важные дела с Машей. Ты знаешь, вот я ей нужна. В отличие от некоторых. Аллочка. Алло. А мне ты тоже нужна. А что, имею я право ревновать? То есть, все-таки мне жена. Жена. Маша! Маша, ты живая? Нет-нет-нет, ничего. Что ж такое, а? Осторожно. Ты мне адрес скажи. Маш, я тебе отвезу. Ты мне адрес напомни, ладно? Ну, что ты за мной потом. Медик заедет. Давай, я тебя не отпущу. На. Дай мне ключи. Ой, Боже мой, а! Я не знаю, как дальше жить. А я тебе объясню. Ой, сейчас поедем, все и объясню. Папочка, я тебя люблю. Мама тебя любит. Папочка, мы тебя любим. Папочка, я тебя люблю. Алло. Привет, малыш. Не волнуйся. Другу было плохо. Надо было поддержать. Я тебя тоже люблю. Скоро буду. Я снова возвращаюсь в никуда. И отыскать пытаюсь яркий свет. Боюсь себе сознаться, что назад. Дороги нет. Все то, что не успела обрести, мне удалось сегодня потерять. Но времени на жизненном пути не удержать. Подари мне себя. Свою радость и боль. Я хочу не тебя. Я хочу быть тобой. Спишь? Да, нет. Нет, сейчас не сплю. Жду. Ждешь? Ну, жду. Ну, время сколько. Я волнуют же. Ну, а что ты не позвонил? Ну, что я буду звонить? Ты будешь говорить, что я мешаю. Мешаешь. У вас же какие-то важные разговоры были. Ух ты, пьешь. Чуть-чуть. Слушай, давай жалеть друг друга. Давай. А то дети несчастные будут. Как? А дети еще будут? Еще дети? Ой, слушай, как на все хорошо. Ты знаешь, мне так жалко тебя. Жалко? А тебе меня? Какой ты тепленький. Какой ты хороший. Некий. Добрый день. Добрый день. А у вас проблемы? Ну, да. Машина заглухла. А вы чинить не пробовали? Ну, что, сейчас починим и поедем. Иван. Мария. Подари мне всю жизнь, что осталось прожить. Я не просто хочу, я мечтаю любить. Я мечтаю любить. Я мечтаю любить. Ну, что мне теперь с вами делать? Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот тот батончик дайте. Пожалуйста. Так, значит, сейчас я вам… Так. Вот. Пожалуйста. Палка. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А может, вы на складе посмотрите, а? Уральское наливное. Нет, нет там. Я ж вам объясняла. Мы продаем только семена. А, значит, уральского наливного нет, да? О, Господи. Никаких нет. Ни уральских, ни наливных. Никаких. Я понимаю. Вы извините, что я вас потревожу. Знаете, сейчас весна. Да. Сажать же надо. Ну, так закажите их. Через почту, через интернет. А это можно? Ну, конечно. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пить мне поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аллочка, это значит… Я тебя прошу. Ты можешь не болтать, а? Я… Ну, ты ж все сглазишь. Ну, не дай Бог. Ну, не стучи. Не стучи. Все будет хорошо. Аллочка, ничего не может случиться. Будет мальчик. Ну, одно из двух. Или мальчик, или девочка. Аллочка, одно из одного. Мальчик. Я тебя прошу. Ты можешь уехать? Нет. Молодин сын. Аллочка, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Алла. Здравствуйте, тетя Алла. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, меня. Ну, вы знаете, ну, просто катастрофа. Взяли и в садике объявили карантин. Ну, вот мне… Ну, вот некуда. Ну, некуда мне их деть. Понимаете? Они тихонечко посидят у нас в кафе, хорошо? А я их потом куда-нибудь сдам. Как о чемоданах, а? Привет, братцы-кролики. Вперед! Ура! Ура! Тихонечко, тихонечко, тихонечко там, детка. Кто не вошел? Кто поет? Нет. Ничего. Дожды не поливай. Так. Ну… Доброе утро, Витя. Доброе утро, Лида. Миша, доброе утро. А, да и что-то так поется… Несмотря на обилие тормозных пробок, надеюсь, ваше утро по-прежнему остается добрым. Здравствуйте. Здравствуйте. И вам доброе утро. Ну, теперь переходим непосредственно к новостям. Господи, у нас… Ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо, Лёша. Что-нибудь еще? И звука. Прости, пожалуйста. Извини. Настя, что врал? Совсем некуда девать? Совсем. И главное, это как всегда совершенно не вовремя. У меня сегодня кастинг, понимаешь? Угу. Ну, я же их с собой не поведу. И тут тоже не оставишь. А ты попроси Алла Васильевна. Да ладно. С ума что ли сошла? А что? Ей практика нужна. В смысле? Она в положении. Не может быть. Кто сказал? Сорока на хвосте принесла. А ты что? Серьезно? Ничего. О, наш дедушка пришел. Ужайся, Пит. В прошлый раз искали адреса московских вузов. У него внук, выпускник. А у него внук есть? Ага. Дай внучку, пожалуйста. Поза прошлая. Рабочая вакансия. Слушай, одиннадцать. По нему можно часы сверять. А у его внука что, интернет они? Не знаю. Чего дед все время сюда ходит? А может, ему скучно, пообщаться не с кем. Доброе утро. Опять вузы ищем? Да, вузы — это само собой. А мне надо, чтобы, как это у вас называется, распечатать адреса. Для внука, для Миши. Понимаете, он такой парень замечательный. Семнадцать лет, умный. Вот сейчас была Олимпиада районная. Так он занял первое место по физике. Вы рассказывали. Да-да-да. И еще. Петя, мне саженцы нужны. Яблони. Уральская наливная сорт называется. Мне сказали, что по интернету их можно заказать. По интернету. Поищем, поищем. Да? Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, ваш заказ. Мой заказ. Сейчас я вам заплачу. Вот, пожалуйста. Ой, спасибо. Значит, не надо. Ой, ну, тем более. Спасибо. Уральское наливное, да? Уральское наливное. Да. Я прошу прощения. Девушка, а как вас зовут? Я вот Петю знаю, Любу знаю, а вас еще не знаю. Настя. Настя. Это очень хорошее имя. Спасибо. А вас как зовут? А меня зовут Игнат Иванович. Очень красивое имя. А вы знаете, мимо моей юности был такой анекдот. Родила старуха трех сыновей. Игната, Догната и Перегната. Просто в наше время лозунг был такой. Догнать и перегнать Америку. Вот и анекдот родился. Если я вам буду нужна, я обязательно подойду. Вы извините, я разболтался. Вы идите. Идите. Спасибо. Игнат Иванович, я… Петя, иди. Спасибо тебе большое. Я по яблочке поищу, а в возраст сейчас… Да-да-да, спасибо. Прошу прощения. Спасибо. Ну что, куда мы еще не ходили, а? Куда в кино? Давайте сходим в кино. Может быть, в боулинг? Давайте в боулинг или в кинотеатр. Ой, Миша, по-моему, я тебя зовут Майкл. Мишенька! Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Давно не виделись? Да уж. Вы в среду приходили. Не помните уже? Так это когда было? Давно. Уроки кончились? Да. Не задерживайся. Мама волноваться будет. А че ко мне не заходишь? Времени нет. Ты приходи, Миша. И с друзьями приходи, и с девочкой своей тоже. Игнат Иваныч, вы зачем пришли? Не, я по делу, Миша. Я по делу пришел. Смотри, вот сделал распечатки, взял адреса всех вузов, вот. А черт! Разных вузов, адреса, понимаешь? Теперь же у нас выпускник. Тебе же надо учиться дальше. Вот здесь все адреса есть, все вузов. Мне это не надо. Я осенью в армию ухожу. Мы с мамой уже все решили. Так что извините. Армия — это нужное дело. У меня сын тоже служил в армии. Слушайте, Игнат Иванович, я вас уже просил и опять прошу, пожалуйста, Вы просто не ходите сюда. Мне перед пацанами неудобно. Я вам перезвоню. Я прошу меня послушать внимательно. Когда мама придет на работу, ни звука. Ни звука. Не к тебе это касается, в первую очередь. Я понятно объясняю. На горку я не размешаю, она грязная. Здрасте. Здрасте. О, опять Игнат Иванович. Это ваши? Да. Потрясающе. Молодец. Чем больше, тем лучше. Ну да. Только девать их некуда. Приходится везде за собой таскать. Так, я кому сказала, на горку не лазить? Что это, детский сад, что ли? Дети. Скажите, а как их зовут? Ника и Васька. Ника. Чудесное имя для девочки. А ты, значит, Васька? Я Никита. А я Василиса. Потрясающе. Так, все, мама поздоровит на работу. Послушайте, Настя, оставьте их со мной. Куда вы так спешите? У меня пробы. Да, я вообще-то актриса. Это я временно подрабатываю официанткой. А в садике карантин. И няня наша уехала. В общем, вот это мы бежим-бежим целый день и почему-то на месте стоим. Настя, оставьте их со мной. Я живу вот в этом доме, в сороковой квартире. Вы не беспокойтесь. Все будет хорошо. Ну, это неудобно, наверное. Скажите, что тут неудобного? Оставляйте. Я на часик. Вот в часик я вернусь. Сейчас, секунду. Так. Ник и Васька. Все видят этого дедушку? Дети, это дедушка Игнат. Да, здравствуйте, дети. Его нужно слушаться. Это понятно? Это наш дедушка? Ваш, ваш дедушка. Я мигом. Туда и обратно. Хорошо, хорошо, Настя. Так, слушаться дедушку мне. Настя. Теперь я, ваш дедушка. Побежали, побежали. Кто первый спустится? К тому приз. Игнат Иванович, ваших? Мои, мои. Давай, летит, а быстрее. Молодец. Первое место. Второе место. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ну, представьтесь, пожалуйста, сколько вам полных лет? Тридцать лет. Окончила «Щеку» в девяносто девятом году. А в театре я временно не работаю. А где же? В кафе «Неодинокие сердца» официанткой. Ну, повернитесь, пожалуйста, в профиль. Да. В профиль, я сказал. Туда смотрим. Спиной. Спиной. Да, да. Анфас. Девушка, быстрее, быстрее. Фас. Ну, а теперь задание. Спасибо. Задание. Вы кушаете йогурт. Он вкусный. И говорите так. Понятно, да? Ой, как, ой, какая. Да, да. Прекрасно. Замечательно. М-м-м. Да, да. Какой-то йогурт невкусный у вас получается. Что-то такое. Ладно. Теперь мне нужен ваш голос. Дайте голос. Ну, что-нибудь. Да. Расскажите, что-нибудь. Анастасия Садовская. Начинающая актриса, тридцати лет. Или так. Никак не могущая начать актрисам. С двумя детьми… Девушка, вы можете не дергаться. Встать спокойно и рассказать. Тридцать лет. Актриса. В ожидании славы ролей. Временно работающая официантка ему. А, да, ещё. Безрезультатно ходящая по дурацким кастингам. Господи, прости. Извините. Следующий. В свете ж вот какой диван. Морь вздуется бурливо. Зажмит, подымет вой. Хлынет наберег пустой. Разбежится в бурном беге. И останется на бреге. Чешуей, как жар, горят. Тридцать три богатыря. Ам и ням. Ура! Ура! Дедушка Игнат, а ты теперь с нами будешь жить? Нет, милый. Но я буду с вами часто гулять. А наш папа с нами не живёт. Это не очень хорошо. Он сказал маме, что ей никто не нужен и ушёл. Маме нужны ролики. Да не ролики, а роли. Мама хочет, чтобы ее все знали, поэтому папа не нужен. Папа сказал, что мы маме тоже не нужны. Не правда. Мы маме нужны. Не нужны. Нужны. Нет, не нужны. Нужны. Нет, не нужны, не нужны, не нужны. Вы очень нужны вашей маме. О, а это ваша мама. Ура! Мама с кастинга пришла. Мама вернулась. Ура! Нет, моя мама. Моя. Мама. Мама. Ой, это вы. Пожалуйста. Хорошо. Я боялась квартиру перепутать. Прошу. Спасибо. Проходите. Пожалуйста. Мама, мама. Ну, как вы тут? Нормально? Чудесно. Ваши дети просто сказка. Да уж, сказка. Ну, что дети, собираемся, идем домой. Нет, нет, я вас без чая не отпущу. Вы обязательно должны попробовать мой фирменный чай. А дети пойдут в соседнюю комнату поиграть. Да, дети? А можно мыть на пианино? Можно. Можно. Ура! Садитесь. Спасибо. Ну? Как прошел ваш кастинг? А как он мог пройти у неудачницы? Тысячные разы мимо. И хоть бы роль какая завалящая. А то реклама йогурта. Мне тридцать лет. А я ничего не достигла. Характер ужасный. А, да. И у меня двое детей. Я ими связана по рукам и по ногам. Что вы говорите? Что вы вне счете? Дети. Это счастье. Это самое большое счастье, которое может быть. А счастье – это вещь очень хрупкая, очень хрупкая вещь. Так все хорошо. Потом один миг, один миг. И все. И все теряешь. И остаешься совершенно один. Не смейте при мне говорить такие вещи. Слышите? Это соседи? Да. Сейчас я их успокою. Не надо их успокоить. Так соседи… Ну и что? Потерпят. Потерпят. О-о-о. А-а-а-а… А-а-а. Цветные красавцы являются. Чёртые зимы. Да-а-а-а. Ласка, попей. Попей. Спасибо. Я ведь кофе просила. Ты что? Ну, какой кофе? Забудь. Как в твоем положении? Ты что, тебе чай сейчас? Ну, все, 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 работай. Работай. А, Лусик, а может, Лизке скажем? А, нет? Не будем говорить? Конечно, конечно, не будем. Я ерунду сейчас сказал. Работай, ага. Ой, маленькая. Ой, просто я так счастлив. Ой. У меня будет сын. Прекрати. Слушай, прекрати. Иди сделай объявление во всем кафе. Ну, все, все, не будем. Ведь ничего еще не известно. Прекрати, ты сглатишься. Ну, я прошу, ну все, ну, не нервничай. Все. Может, подумаем, как назовем, а? Все, я пошел. Пошел. Ну, чего же. Добрый вечер, Игнат Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Любонька. Здравствуйте. Проходить ряжелости. Спасибо. Ой, спасибо. Здравствуй, Петя. Добрый вечер, Игнат Иванович. Я вас как раз жду. Ну, и что, получилось? Да. Потрясающе. Все есть. Пожалуйста. Уральское наливное тоже есть, так что… Нашли, да? Да. Ага. Потрясающе. Очень важно для Лидочки. Для Лидочки эта невестка моя. Ага. Она очень хорошая женщина. Умница, красивая. На Красноармейской работает. У Нейрмаги большого. Рассказывали, да? Да. А почему именно уральское наливное? У нас яблони были. Сгорели они в прошлом году. Вместе с дачей. Так вот, я хочу, чтобы Лидочка их посадила. И чтобы у нас было все, как раньше. Ну, собственно говоря, можете заказывать. Хорошо. Так где… Пси… Я ж… Я ж ж ж… Нет. Ну, у вас есть почта? Почтовый ящик? Ну, ты… Тогда, собственно говоря, пользуйтесь моим, набирайте и заказывайте, что вам надо, сколько. Ага. Они ответят. Когда закончите, кликните вот сюда. Пожалуйста. И прямо ответить? Да. Да. Не буду мешать. Я вашему замечательному кафе обязательно сделаю подарок. Я действительно чувствую себя здесь не одиноким. Здравствуй, Лида. Испугалась? Слушай, а че ты такие сумки тяжелые носишь? Давай я тебе помогу. А? Да. Я у Мишеньки сегодня был. Сказал, чтобы он пораньше пришел. Чтоб ты не волновалась. Да. Миша мне про армию сказал. Это правильное решение. Это верно. Это нужно. Витенька тоже в армии служил. Ну, ты знаешь. Да? Что вам от меня нужно, Игнат Иванович? Нет. Я хотел сумки поднести. Да. Самое главное. Просаживаться. Я ж договорился. У нас будет уральское наливное. Мы их посадим вместо тех, которые сгорели. Господи, а это когда-нибудь закончится? Сил же нет никаких. Ну, неужели трудно понять, что не нужно приходить ни ко мне, ни к Мише? Да оставьте вы нас, наконец, в покое, Игнат Иванович. Ну, зачем же так мучить людей? Господи, когда вы это поймете? Ну, как мне вас еще просить? Оставьте нас. Спасибо. Пожалуйста. Я вам перезвоню. Я перезвоню. Привет. Перезвоню. Че? Ну, вот, привезли. Вы хозяин? Я хозяин. За доставку заплатите и распишитесь. Что это значит заплатите? Я это не заказывал. Это подарок. Э, ты что? Что это за подарок, Бин? Что это такое вообще? Что это за подарки? Значит так, мне ваше пианино не нужно. Ха, прекрасно. Оно мне тоже не нужно. Ну, очень хорошо. Отвозите туда, откуда взяли. Да что я вам? Мальчик кататься по всему городу и туда-сюда обратно. Забирайте ваш инструмент. Так, вы не мальчики. У меня к черту сдался ваш инструмент. Эдуард Палыч, я знаю, чье это пианино. Это дед. Ходит к нам в кафе. Игнат Иванович его зовут. Ну, это его пианино, по-моему. Во-во, так и было. Сказал это подарок. Дал ваш адрес. За доставку заплатите вы. Ой. Старик? Ну, не молодец. Что случилось-то, а? Аллочка, Аллочка, знаешь, какой-то дед зачем-то подарил нашему, значит, кафе вот это пианино. А я почему-то должен платить за доставку этих троп? Вы знаете, если оно в кафе не нужно, я могу даже его забрать себе домой. Вы только сейчас от него не отказывайтесь. Заплатите, я потом получу зарплату, верну до кафе. Что значит не нужно? Очень даже нужно. Я давно мечтала поставить в кафе пианино. Да. Сколько? Пять сотен. Пять сотен. Сколько? Заплати. А я смотрю, у вас тут изменения? Да, явные. А, купили пианино, да? Вы знаете, нам его кто-то подарил. Серьезно? А может быть, тогда я попузицирую немножко? Пожалуйста. Спасибо. А у вас и ноты с собой? Да, вот случайно. В туалет нормально не играл. Да? Соседи не разрешали. Им, видите, ли это мешало. А я думаю, здесь это больше пригодится. Итак, песня о весне. Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по беседе с законом. А теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь никогда от себя не отпустит. Под каждым окошком поют солны. А-а-а-а! И что ты делаешь? А-а-а! Не бывает без грусти! А-а-а! И все мимо ноты! Игнат Иванович, ему плохо! Давай скорую вызовем. Скорую? Скорую? А-а-а! Значит так, мы его отвозим в седьмую больницу. Это здесь недалеко, хотя без документов мы обычно возим в другие больницы. Но мы найдем его родных и сообщим. Да-да, сообщите им, пускай придут и возьмут паспорт. И по лесу. И что ж, дедушка, в таком-то возрасте без документов ходит-то, а? Поехали. Мы даже его фамилии не знаем. А-а-а! Сейчас посмотрим. Он, он с моего ящика отправлял заказ на саженцы. Должен был указать фамилию. Так, а это что за письмо? Так. И что там? Дорогой Миша, как здоровье твоей мамы, как учеба. Твой дедушка Игнат. Слушай, оказывается дед не так уж беспомощен в пользовании компьютером. Спокойно. Да. Ну кому ты сейчас пишешь, Пит? Внуку его. Сообщаю, где сейчас дед и адрес кафе, соответственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Уснула. Устала сегодня. Спи, спи. Ты смотри телевизор, если хочешь. Он мне не мешает. Не хочу. Миш, ты сказать мне, что ты хотел? Да нет, ничего. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, что там? Внук Игната Ивановича не ответил? Нет. Ну, так напиши еще раз. Я написал уже три письма. Слушай, надо их искать. Внука или невестку? А как? Через школу? Нет. Да ну, школ много. Через адресную книгу. Слушай, универмаг на Армейской один? При чем здесь универмаг? Там его невестка работает. Я сбегаю. Давай. Давай-давай. Слушай, ее Лида зовут? Я поняла. О, извините, вы давно здесь работаете? Мне хватило. Не подскажете, где мне найти Лидию Валенкову? Я не знаю, к сожалению, ее должности, но, по-моему, она занимает высокую должность. Из дирекции, что ли? Не знаю. Лида, Лида. Нет, там точно таких нет. Может, из бухгалтерии? Может. Ну, там у нас Валентина, Ольга. Нет, девушка, я не знаю Лиды. Видимо, такая не работает. Совсем-совсем. А, подождите, девушка. Я вспомнила, есть у нас Лида. А где она? Сказали, тоже высокая должность. Сбили меня с толку. Лида, уборщица. Вон, моет поручни. Спасибо, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Лида? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на счет Игната Ивановича. Господи. Значит, мало ему, что сам нас достал. Так теперь еще чужих людей подсылать начал. Лида, подождите. Да послушайте. Игнат Иванович, в больнице. Вы единственная родня, которую мы знаем. Это вы послушаете. Это вы ничего не знаете. Ни про него, ни про меня. И никакая мы ему не родня. Мы с его сыном всего четыре года прожили, а теперь Вити нет. И я ему не невестка. И Миша ему не внук. Миша было двенадцать, когда мы с Витей поженились. Значит, обо мне старик вам рассказал. А как сына своего погубил, нет? Вот. Тогда я. В августе прошлого года на даче мы были. В речке купались. Дым увидели. И люди с вестью. Ваш дом горит. Мы кинулись. Витя в дом отца спасать. А горело все уже сильно. Да. Витя не удержали. Он кинулся. А там и… А этот старый Олух, оказывается, у соседа в домино играл. Ничего не видел, ничего не слышал. А горело-то из-за него. Понимаете? Не хотим мы с Мишкой. Видеть его больше. Да мы никогда и не были дружны. Так только общались. Больно мне с ним общаться. Понимаете? Это напоминание. А старик после похорону, ну как… На зло. Прилип, не отцепишься. Родней мы вдруг стали. А Игнат Иваныч саженцы заказал. Дались ему эти саженцы. Прям двинулся на них. Сын из-за него сгорел. А он на саженцах зациклился. Яблоньки молодые. Вокруг дома были. Тоже выгорели. Все как одна. Я вас очень прошу. Оставьте меня в покое. А старику передайте. Чужую нам. – Добрый день. – Здравствуйте. Простите, а вы уже знаете, кто у вас будет? Нет? А я знаю. Сын. Мальчик. – Ничего страшного. – В каком смысле? В смысле в том, что ваша жена Алла Васильевна приняла за беременность, была небольшая возрастная дисфункция. Так бывает, когда некоторые женщины принимают желаемость за действительное. Ваша жена не беременна. Всего доброго. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Я уйти отсюда хочу, понимаешь? Аллочка, то есть не бери, а как же мы… Пойдем. – До свидания. – До свидания. Да может, хватит. Мне ж не съесть только. Нет, 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 Игнат Иванович. Это все вам. Спасибо. Чтобы вы скорее поправлялись. Нет, серьезно. Ну, в нашем кафе пить совсем некого. Да. Боже мой, Игнат Иванович, мы же связались с вашим внуком, с Мишей. Он сказал, что он придет к вам. Вот. Он сейчас немножко загружен, готовится к экзаменам там… Не придет он. Игнат Иванович. Не старайтесь, Настя. Он не придет. Сын мой, Виктор, погиб из-за меня. Не придет он. Виноват я перед ними. Ой, это… Это мои, по-моему, там хулиганят. Я сейчас. Настя, а пусть они сюда придут, а? Настя, пусть придут сюда. Хорошо. Хорошо. Детишки, не балуйтесь. Извините. Вы же в больнице. Вы что? Хотите к дедушке Игнату? Да, да, да. Подождите. Можете забрать его паспорт. Он же вам отец? Нет. Ну, просто хороший знакомый. И детишки не родня? Нет. Жаль. Карточка Вербицкого. Угу. Возле дворца, а под ней хрустальный дом. Белка… Белка так живет. Ручная. Да чудесница какая. Белка песенки поет. Да орешки все грызет. Дети, браво, браво, браво. Чудесно. Дедушка Игната, когда ты пойдешь с нами гулять? Ну, ну. Ха-ха. Ха-ха. Ты смотри, что вытворяет, а. Ха-ха-ха. 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 Мам. Мам. Мам, ты чего? Плачешь? Прости меня, сыночек, прости. И хотела бы, чтоб жилось нормально, я не могу. Как вижу, сразу все вспоминаю. Ну, все, успокойся, хватит. Ну, хватит, да что? Витя так похож на отца. Его молодого нет, а тут живеханик. Я ведь тебя никогда не настраивала. Нет? Ты же сам не хочешь с ним общаться. Ты про деда Игната? В больнице он. Женщина ко мне сегодня приходила, укоряла. Я знаю, что он в больнице. Хотел тебе сказать, просто не смог. Не пойду я к нему. Не могу. Смотрю на него, вижу видео. Успокойся. Хватит, мам. Дед Игнат, он же не виноват. Знаю. А кто виноват? Прекрати, слушай, ну прекрати людей распугивать. Чего распугивать? Это я еще не распугиваю. Вот сейчас запою, тогда, может быть, и распугаю. Ты петь собираешься? А что? Мне кажется, у меня это хорошо получается. Да вот, четыре руки сыграем. Садись слева. А то это что-то… Давай сейчас не будем играть, а? Ну, давай, пожалуйста. Давай не будем, а? Ну, давай. Ну, хорошо, что на свадьбе играли. Четыре руки. Вспомни. Он мне говорит, ну так вы сделаете что-нибудь. И что? Ой, мамочки. А я говорю, а я что? Что я могу сделать? Здравствуйте. Доброе утро. Мне, наверное, к вам. Я Миша, внук Игната Ивановича. Очень приятно. Это вы мне писали? Это я вам писал. Я хочу попросить, чтобы вы больше мне не писали, потому что я был в больнице. Сегодня Игнат Иванович, он умер. Когда? Вот, утром. Да. Этуард Павлович. Да, да. Там, там это, опять что-то привезли. Говорят, да. Ха! Потрясающе, а! Не жизнь, а сплошные сувениры. То пианино затаскивали, теперь вот, пожалуйста, кусты. Уважаемый, что это такое? Это яблони. Уральский налив. Как заказывали десять саженцев. Ну что, будем приторговывать яблочками, да? И подержанными роялями. Угу. Чего ж вы сюда-то их привезли? Значит, такой был заказ. Заказ? Не от дедушки ли? От дедушки. От того самого, что нам пианино привез. Он что хочет, чтобы мы их здесь посадили? Да нет, он их себе заказывал. Что ж себе заказывал, а нам привез? Он умер сегодня. Он умер. Господи, боже мой. Вот, это его. Внук я, его внук. А не хотите себе их забрать? Мы с мамой пока не можем их забрать. Нет, они вам нужны или не нужны? Да, но у нас нет денег. Ну ладно. Какие деньги? Я оплачу. А? Я оплачу. Давайте, будьте добры, грузите в машину. А ты садись в кабину, покажешь, куда везти. Давай. Спасибо. 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 Пожалуйста. Можно мне уйти? Можно. Спасибо. 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 Поехали. 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 Никита, смотри, мама пришла. Мама, мамочка. Мама, мамочка. Мама, тебя что с работы выигнали? Ура! Ой, ну пошли домой, пошли. Спасибо вам, Клара, Карла. Пошли. Можно? Слушай. А тебе обязательно, сын? Может, дочь? Может, дочь. Только давай имя я придумаю, хорошо? М? Пожалуйста. Люба. А? Помирились? Давай. Давай. Скажи мне, сад, где счастье взять? Деревья знают, а молчат. Как поздно научил прощать меня, ой, яблоневый сад. Как поздно научил любить меня, ой, яблоневый сад. Леонидова. Альтерọ. Леонидова. Могут. Девушки. Леонидова. Время. 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 Оуй. Время. Во и. Время. Время. – Доброе утро, Сан Саныч. – Я готова. Ваше сырье, пока я не забегусь. – Здравствуйте. – Давай-давай. – Привет. – Доброе утро. Сан Саныч, добрый. – Да, спасибо, Иванович. – Доброе утро. – Привет, Сан Саныч. – Здорово. – На работу, когда праздник? – Доброе утро. – Отчет, да, обезда за май. – Да у вас там. – Доброе утро. – Практически без опоздания. – Привет. – Привет. Сан Саныч, давай, завтрак стынет. – Встал уже. – Встал уже? Сейчас омлет будет. – Сначала сок, после велосипеда. – Я тебе сейчас сделаю. – Да я сам сделаю. – Тебя не добудешься. Много работаю, много сплю. Алло. Да. А, доброе утро. Сейчас зову. Тебя, Сань, тебя. – Да. – Да. Алло. Ну, ну, что ты? Да, все, бегу. Алло. Да, тоже. Сейчас, секунду. – Привет. – Привет. Смотри, не вывались. Ладно, ты тоже. Сашка, а мои уехали. – Да ты что? Ну, так я это… зайду, поздравлю. – Ты представляешь, на даче на несколько дней. Так что квартира в нашем распоряжении. Заходи. – Так это же отлично. – Саш, ты чего там? Саш. Сейчас. Погоди, говорю, погоди. Слушай, мне тут друг СМС прислал. Надо почту проверить. Тебе это, интернет подключили? Нет еще. Так ты когда зайдешь? Ты зайдешь? Да-да, конечно зайду. Обязательно. Только интернет найду где-нибудь, почту от Гришки проверю, а потом сразу же к тебе. Пока. Ну, вот ты в интернете. Работай. Угу. Благодарю. Да не за что. Что-нибудь еще? Нет, спасибо, ничего не надо. Угу. А у вас телефон звонит. Алло. Да, привет, Тонь. Да я это, в интернет забурился. Ну, здесь, в кафешке возле нас. Ага. Слушай, у меня вторая линия. Повиси, пожалуйста. Алло. Гришка! Ну, конечно, узнал, чертяка. Куда ты пропал-то? Ну, сто лет тебя не видел. А, то есть, позвонил и сразу просьба. Ну, давай, колись. Хорошо. А кто приезжает? Таня твоя? А, ну, понятно. Так, так погоди, это сегодняшний поезд? А во сколько? Ну, ты красавчик. Он же уже почти прибыл. Ты мог мне эсэмэску написать? Да при чем здесь почта? Эсэмэску написал и все. Какие проблемы? Ладно, хорошо, не волнуйся. Встречу обязательно, обещаю. Да, у меня как раз свободное время есть. Все, давай, был рад слышать. Ага. Давай, пока. Алло, ты на линии еще? Тонь, слушай, у меня-то такое дело. В общем, нарисовались дела внезапные, я должен лететь. Я потом тебе перезвоню. Да, да, хорошо. Хорошо, давай, пока. Так, стоп. Есть. Мазки есть, привет. На дорогу смотри. Люблю острые ощущения. Я ведь круто вела, правда? Ну, как сказали. Круто. Пит, сделай нам кофе. Да, конечно. Ну, как тебе? Садись. Доброе утро, Лиза. Привет. Привет. А родители здесь? В ВИПе. Прекрасно. Тогда мы сядем в этом зале. Как угодно. О, а чей телефон? Эй, чей телефон? Этот парень, наверное, забыл. Он был здесь. Может, он еще не уехал? Да, уехал. Вылетел, как на пожар. Меня чуть не сбил. Пит, возьми. Ни в чем себе не отказывай. На. Мои родители построили. Нравится? Респект. Я перспективная невеста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Девушка, мы Таня. Таня Воронина, Гришина жена? Да, мы с Сашей. Ну, слава тебе, Господи. Я уже весь вокзал обыскал. Думал, опоздал. А я ждала на перроне. Потом вот сюда вышла. Думала, здесь легче меня найти будет. Ну, ладно. Бог с ним. Давай сумку. Ой, да я сама. Да перестань сама. Помогу ты чего? А я же тебя только на фотках видел с Гришкой. Понимаешь, в чем дело? Вот и не узнал. Я тебя видела. И сразу узнала. Ну что, вошли? Хорошо. А чего в сумке-то? Тяжелая. А это подделки. Гришина и артиллер. Договорились с реализатором, а Гришка заболел. Пришлось вот мне ехать. Садись. Ого. Ноги, ноги. Ну, так, чтоб посвежее было. Черт, а ну-ка, извини, пожалуйста. Ты что-то потерял? Да я, кажется, где-то свой мобильник посеял. Нету. Понимаешь, я до этого в кафе сидел и, ну, собирался, спешил очень. И, видимо, там его и оставил. Слушай, а может, ты мне дашь свой? Я им сейчас быстренько отзвонюсь и, ну, это, ну, ты понимаешь. Я хочу себе большой джип, чтобы есть в грязи. Прикольно? Я тоже так сделаю. Ваш заказ. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ух ты. Слушай, а ты моим сказала, что я здесь? А разве надо было? То-то, я думаю, они еще не прибежали. Пит. Пит. А ты, может, выключишь свой телефон? Ты обжужжался уже. Ну, что? Да все нормально. Народу у вас ни пройти, ни проехать. Да. Много людей, много машин, много собак. Слушай, а ты что, действительно первый раз в столице? Да. Но наш городок тоже очень красивый. Ну да, ну да. Мне Гришка рассказывал. Как его угораздило заболеть-то? Да, Димка, принес ветрянку. Вот он и заразился. Ветрянка, ветрянка. А, это когда все лицо в точках, а их потом еще зеленкой мажут, да? Ага. Да, ходят у меня теперь все зеленые. Одного только я уцелела. Все-таки не верится, как, конечно, что у тебя и уже двое детей. Ага. 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 Медовь. Пит! Трубку возьми! Куда он делся? Да. Здравствуйте, девушка. А вы кто? Я — Лиза. Саша? Какой Саша? А он забыл у нас телефон в кафе. Не одинокие сердца. Хорошо, Тоня, обязательно передам. Давно здесь? Полчаса. Лиза, а чего не на занятиях, а? А две первые пары отменили. Да что ты. Да, Димка может подтвердить. Дима, это моя мама, Алла. Здравствуйте. Можно без отчества, она этого не любит. Тон, смени, не в цирке. Как умею, мамочка. Решила не учиться, да? Умная стала, бросила все. Кстати, Дима — отец моего будущего ребенка. А что? Что? Да, мамочка. Твоего внука. Эдик! Эдик! Ну, адрес точно этот? Да, вот Гриша записал. Хозяина лавки зовут Петр Палыч. Ну, а где он, этот Петр Палыч? Не знаю. Ладно, ты не переживай. Лучше давай в этот магазин зайдем узнаем. Давай. Давай. Вы что-то хотели? Да. Простите Бога ради, вы не подскажете, как найти некого Петра Палыча Малахова? А, Петя, что ли? Да он в соседней лавке торгует. А что? Да тут девушка из другого города приехала. Товар привезла. Да. Тань, Тань, подойди сюда. Здравствуйте. А его нету. А что за товар? Берестяные поделки всякие. Да, очень красивые. Все ручная работа. А можно посмотреть? Да, конечно. Спасибо. У нас есть шкатулочки разных размеров. Средние, маленькие, большие. Соколочки всякие. Вот, пожалуйста. Ага. Красота же? Ну, красота, конечно. А цена? А, так я думаю, сговоримся. Ну, секундочку, подождите. С мужем поговорю. Ну, вот и отличненько. Ты чего? Да не знаю. Нужно было так делать. Ну, а как делать, Тань? Чё, сидеть под дверью и ждать этого Малахольного, что ли? Да нет. Ну, тогда нужно думать, что с этим остальным делать. Угу. Я знаю одно место. Здесь недалеко. Только нужно будет мотнуться за моим мобильником в кафе. Да, хорошо. Ну что, договорились. Берём шкатулки и соломки. Спасибо вам большое. Лизочка, а что это мне мама сейчас рассказала? Садись. А я что-то не вижу радости на лицах. Садись ближе. Пап, это Дима. Папа. Издевается надо, видишь? Издевается? Да я просто хочу, чтобы вы хоть раз меня выслушали и услышали. Мне надоело слышать от вас только про учёбу. Ну, хорошо. Тихо-тихо-тихо. Сейчас, малочка, мы разберёмся. Лиз, ну, хорошо. Надоело слушать про учёбу. Это понятно. А про что? Ты всего год. Году учишься. И что? Уже устала, да? Мама правильно говорит. Устала? Что? Дима, да? Да. Что? Неужели вы... Да нет, это... А если это и правда? Ты что такое? Мама, ты же меня в таком же возрасте родила. И что? Никто не умер, да? Слушай, Аллочка, она права. Ты же только... Я умнее была тебя в двадцать раз. Она действительно была умнее тебя. Да вы просто забыли, что я живой человек. И, между прочим, ваша дочь, а не какой-то робот, чтобы ходить каждый день в этот долбанный университет, за который вы платите какие-то бешеные деньги. Да. Слушай, Аллочка, ну, хорошо. Беременна. Беременна. Дима, нормальный. Беременна. Да если беременна, да ладно. Она же издевается. Она же все на... Это шутки, шутки для нее. Она же... Она неуправляемая твоя дочь. Вот. А может быть, она не хочет быть управляемой? Лиза, я не понял. А что ты им там наговорила, а? Да. Потом объясню. Поехали. Пока маманная следом не выбежала. А то она может. Лиза, Лиза, ай! Черт! Ё-моё! Черт! Да вы ослепли, что ли? У вас глаза есть? Алло, господи, все. Алло, добрый день. Нормально? Алло, Саша, мне нужна твоя помощь. Тань, слушай, я... Тонь, я сейчас просто... Тань, я не могу сейчас говорить, я тебе потом перезвоню. Ладно? Тимка в ГАИ звонит. Не надо сводить в ГАИ. Па, я за рулем была. Да я понял, что ты за рулем была. Зачем сажать ее? Зачем сажать? Девушка, не расстраивайте. Ну, смотрите, практически не задето ничего. Даже ГАИ не надо вызывать. Сейчас мы все по обоюдному согласию напишем заявление, и все будет хорошо. По большому счету, ну, это мое личное мнение, вот это самое священное место. Вообще. А знаешь, почему? Не знаешь, так я тебе сейчас объясню. Потому что именно отсюда, вот отсюда началось строительство столицы. Отсюда? Серьезно. Вот именно отсюда. А еще здесь была часовенка. И был родничок. Кстати, люди считали, что этот родник обладает целебными свойствами. Да ты что? Серьезно. Ну, и поэтому приходили туда. Кто зачем? Зачем? Кто водички попить. Ну, а кто грехи замолить. Секундочку. Ага. Слышь, братан, посмотри рукоделица. Так. Ну, не знаю. Простенько. Максимум полтинник. Ты что, какой полтинник? Ты сюда глянь. Это же ручная работа, не какая-то китайская поделка дешевая. Да тут все ручная работа. Посмотри. Вот это, по-твоему, ручная работа? Вот это ручная работа? Вот это ручная работа. Саш, пойдем? Катя, погоди ты. Ты все скупаешь за бесценок, продаешь втридорога. Слушай, а тебе цена не нравится. Пойди предложи другую. Вот барыга. Да не тяни, ты тяжелый. Тань, ну я ж просил. Девушка, ну чего вы расстраиваетесь? Ну, машина, она ведь застрахована. Да я не из-за машины. Ну, а из-за чего? Парню своему позвонила, чтобы он приехал, помог. А у него какие-то неотложенные дела с какой-то Таней. Я вообще его сегодня целый день ищу. А он-то телефон в кафе забыл. Теперь у него какие-то дела неотложные. Подожди, так ты Тоня? Да. Ну, я Лиза. Мы с тобой по телефону разговаривали. А парень твой, значит, Саша, да? Да. Так ты его здесь видела? Да вылетел, чуть с ног меня не сбил. Ой, а что это за замочки? А, ну, существует такое поверье, что если повесить здесь замок и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Да? Да. Жалко, у меня нет замочка. Я бы загадала желание. Ну, какое, я спрашиваю? Купите очки. Ну, купите девушке. Смотрите, браслетик какой, как раз ей подойдет. Ну, смотрите, какой красивый. Примерьте. Ну, тогда давай я тебя поцелую, что ли? Ты чего? Тань, 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 Тань! Тань, 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 Тань. Послушай, пожалуйста, стой, 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 до наголели встану! Видишь этот холм? Вижу. Вот когда-то в седую старину на этом холме жила прекрасная она. А вот тот холм, видишь? Вот этот. А здесь… Вот этот? Ну, да. Здесь жил мужественный он. Ну, и они очень… Черт, они очень любили друг друга. Но родители, как водится, были против их любви. А именно вот здесь, на этом мосту, они впервые слились в глубоком поцелуе. И вот с тех пор каждый, кто выходит на этот мост, он, ну, как бы должен тоже злиться с кем-нибудь. Поцелую. Примет такая. Я тебя обидел, да? Да нет, ну, красивая история. Сам выдумал? Кто, я? Да нет, ты что. У меня бы мозгов не хватило. Мне даже в школе по сочинению постоянно трояка стали. Красиво тут у вас. Красиво. Слушай, а может, ты есть хочешь? Да очень. Ой. Чего? Ой. Извини. А я прикольное место знаю. Да? Да, называется «Неодинокие сердца». Ну, все ясно. Опять выдумываешь. Да не выдумываю я. Да ничего я не выдумываю. Мы с тобой ездили туда мой телефон забирать. Ну, там, надеюсь, при входе никого целовать не надо. Да. Ну, что-нибудь выбрали? Ну, мне для начала кофе. Саш. Чего? У меня там салфетница есть и салонки. А, понял. Скажите, мы реализуем всякие берстяные изделия. Можно узнать, вам нужны всякие салонки, салатницы, то есть эти салфетницы. Ну, и все такое. Я… Я узнаю. Спасибо. Лиз, ты знаешь, если тебе очень противно учиться, бросай. Мам, да ведь не в учебе дело. И не в этой беременности. А в том, что вы с папой, вы меня не замечаете. Господи. Какой ты… Ты глупый ребенок. Да. Если бы я сегодня вот это все не придумала, мы бы с тобой не сидели здесь. Не разговаривали бы. Алла Васильевна, извините, пожалуйста, там парень с девушкой предлагают купить для кафе берестяные поделки. Ну, пусть Петя разберется. Хорошо. Это, кстати, тот парень, который у нас забыл свой мобильный. А девушку он свою нашел? Нет, она уехала. А он пришел с другой. Мам, я посмотрю, что там? Конечно. А таких у вас сколько? Ой, таких вроде немного осталось. Ну, давайте все. Пит, расплатись. Да не вопрос. Мама знает? Мама разрешила. Я уточню. Ну… А вас, кстати, девушка искала. Какая девушка? Ваша девушка, Тоня. Понял. Спасибо. Нет, не спасибо. Вы позвонили ей. Она переживает. Ну, неужели так сложно набрать несколько кнопок, когда человек волнуется? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заходи. Валя, это они уже приехали? Они, они. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Дядя Валя. Таня. Очень приятно. Мне тоже. Вы, вы извините, что я к вам так бесприглашение. Ну, что значит бесприглашение? Танечка, ну, а что ты стоишь, сынуля? Ну, так просим, вон стол. Давайте, проходите, проходите. Да, нужно и проходить. Рады вас видеть. Проходите. Проходите. Танечка, здравствуй. Проходи. Будь как дома. Мам, помочь чем-нибудь? Да, сынок, возьми вас. Ну, что там? Давай. Так, вот это он. Давай. Я, я салат поставлю. Да, тарелки. Тарелочки? Хорошо. И проверь, вилки, ножки, все ли есть. Хорошо. Может, вам помочь что-нибудь? Нет, нет, нет. Ты устала, ты сиди. А вот Гришу твоему мы хорошо знаем. Он нам как второй сын, да. Вот сколько раз приезжала, я все время говорю, что ж ты жену свою к нам не везешь. Прячешь, что ли? Устала, небось, с дороги. Да нет, ну что вы. Саша, знаете, сколько мне помогает. Так что устать и времени нет. Это хорошо. Ты возьми, накладывай, пусть, поухаживай. Так, так, так. Отец, а что ж такое вина на столе нет? Давай, быстро. Ах ты, ну, как же так, что ж такое? Как же вы забылить? У Ватушки уже двое деток, да? Очень обязательно. Да. Сыну четыре года, а доченьке вот скоро два будет. А мы вот с отцом все внуков ждем, ждем. Ну разве от Сашки дождешься? Мам, ну… Что, мам? Что, мам? Есть у него одна девушка в соседнем подъезде. Хорошая девушка, Тоня. Так он уже три года не мычит и не делится. Мам, ну зачем, а? Вот Гришу мы, правда, мы ведь Гришу всегда ставим в пример. Ровесник, а женат и двое деток. А Сашка, боже мой, ну скажи мне, что важнее семьи? Ну вот ничего. А мы, наверное, помрем и внуков не дождемся. Валюша, ты нашу гостю заговорила. Да ну что вы. Я просто рассказываю, как мы с тобой внуков ждем, не дождемся. Кому ты только об этом не рассказываешь. Ну так, всем рассказывай. Не-не-не-не, бать, не. Не бить нельзя мне еще за руль садиться. Не понял. Ну нам еще по делам нужно съездить. Ты, Тань, приехала на один день, надо ей город показать, в конце концов. Чего говоришь? Я говорю, по делам еще мотнуться надо. Лиза, Лиза. Ой, Боже мой, Лиза, не плачь. Лиза, не плачь, морщины будут лишние. Не надо нам этого. Ну я же правду сказала. Ой, Боже. Мама, я чувствую себя очень одинокой. Ты понимаешь? Ну внутри как-то пусто. Боже мой. Я живу, радуюсь чему-то. Но самого главного не происходит. Так произойдет, подожди. Нет, эти Гриши, Саши, Димы. Да Дима отличный мальчик, прекрасный. Это все не то. И вообще я никому не нужна. О, слава Богу, нашел вас. Чего у вас тут? Она говорит, не нужна никому. Как это не нужна? Как это? Говоришь, что не нужна? А ты что говоришь? Ну я тоже никому не нужна. Вы что, с ума сошли, что ли? Ну да. Как это не нужны? Вы мне нужны? Тихо, прекрати, прекрати. Слушайте, знаете, как вы мне нужны? Вот вы, вы мне так нужны, что мы сейчас сядем в машину и поездим куда-нибудь. За туфлями. К шляпе. А, как сразу оживились-то. Поехали. Только вы особенно не расходитесь-то, ладно? Поехали, пока не закрылась. Надо ехать. Поехали, поехали, поехали. Быстрее, пока не передумал. Вы проплатите ни слова. Давай, 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 давай. Па, самое-самое маленькое пальце в магазине. Нет, 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 нет. Ну вот я, к примеру, больше всего люблю старые фильмы. Спасибо. Здорово. Привет. Так что поедем смотреть ретро-комедиу. Я вообще комедию очень люблю, а этот фильм видел раз в двадцать. Веселый. Я даже знаю, как здесь артистов по фамилиям зовут, представляешь? Хороший фильм. Хороший фильм. Хороший фильм. Хороший фильм. Хороший фильм. Хороший фильм. Я вернусь, и мы поговорим с тобой о нашей жизни. Нашей? Да. Ты мне сделал предложение, и я его приняла. Я? Когда? Ночью. Около трёх. Не может быть. Я женат. Был. Тебя. Тебя выгнали из дома, а туда тебя больше не пустят. Так что… Поможешь мне? Давай. Опа. Спасибо. Мой Димка страшно любит парапет. Где какой увидит, сразу кричит, мама руку и вперёд. Весь у меня. Ну, всё, дальше я сама. У нас в городе мост есть, ну, почти такой же, как и ваш. Помню, мы с девчонками соревновались. Кто быстрее добежит до края и наверх. И нужно было обязательно прокричать. Здравствуй, радость! А почему здравствуй, радость? Не знаю. Кричали и кричали. Попили даже. От страха, наверное. Молодец. Молодец! Гляди, роботсон, забыл. Слышишь я. Я проснула. Знаешь, а мне, Гриша, очень много о тебе рассказывал, фотографии твои показывал, ты ему как брат. А ехала сюда и думала, какой ты. Такой, как я себе представляю, еще другой. Но ты оказался лучше. Правда, Саша, лучше, чем я. Тань, давай выпьем. За тебя. За тебя. А звезды у вас совсем не отражаются. У нас в реке небо всегда видно, а у вас только фонари. Пойдем домой. Тебя девушка ждет. Сынок, что-то случилось? Да не, батя, я воды попить. Ты читай, читай. Сынок, что-то случилось? Да не, батя, я воды попить. Ты читай, читай. Мам, чего не спишь? А ты чего? Я на балконе, а там комары. А-а-а-а. Вода? Пи, если хочешь. Когда будешь спать? Ложиться. Когда будешь спать, ложиться? Скоро. А ты? И я скоро. Все, мам, давай, ложись спать. Спокойной ночи, сынок. Может, ну че ты? Тс-с-с… Ну че, тс-с-с? Здравствуйте. Проходите, гостем будете. Ты че, напилась, что ли? Да, напилась. Зачем? Напилась. Ну че ты пила? Мартини пила. Да. Зачем напилась мне? Отмечала окончание нашего с тобой романа. Я же правильно поняла. Ты меня бросил? Тоша. Слушай, сейчас час ночи, давай мы с тобой поговорим об этом в другом месте и в другое время, ладно? Нет. Я очень тебя прошу. Здесь и сейчас. Я умоляю тебя. Здесь и сейчас! Кричи, кругом соседи, ты всех разбудешь. Ну и отлично. Все должны знать, что ты меня бросил. А почему? Потому что за один день втюрился в другую? Что ты несешь? Что ты несешь? Тоша, я видела, как ты на нее смотрела. Ты на меня так ни разу не смотрела. Ни разу. За три года! Давай я тебя домой отведу. Да. Не хочу я домой. Я с Таней твоей хочу поговорить. Можно? Хочу узнать у нее, что у нее есть такое. Что, чего нет у меня. Что? 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ты меня никогда не любила. Ну чего ты? Я знаю. Тут так было удобно. Просто Лень кого-то другого искать. А так. Соседние подъезды, соседние судьбы, которые никогда не пересекутся. Параллельные. Черт душа, тихо. Я неудачница. Мимо, какая же ты неудачница. Мы сейчас поедем домой и умоемся. Обидно. Три года жизни мимо. Все не то, все не так. А жизнь идет. Ну, почему она? Объясни. Ну… Ну, почему она? Объясни. Ну… Тихо… Самое обыкновенное. Да только с ней все по-другому. Ты прости меня, Тоша. Это трудно объяснить. Пойду я. Нет, я прошу тебя, не уходи. Ну, пожалуйста. Останься просто так. Пойду. Пойду. Саня. Не смей. Ты че, батя? Я ничего. А ты не смей. Ну, ладно. Не смей. Не смей, сынок. Она жена твоего друга. Ты понял, Саша? Не смей. Да все, я понял, батя. Я ноутбук хочу забрать. Какой ноутбук? Ты что? Я не видел, как ты на нее сегодня глядел. Ноутбук. Рассказываешь мне. Я сам заберу. Ты че, батя, ну не надо. Саня. Саша. Ты? Ты? Дядя. Дядя Валя. Спей, детка. Спей, спей. Я на секунду. Я за ноутбуком. Тот ключей на месте. Это сюда. Пойдем. Подождите, подождите, секундочку. Секундочку. Спасибо. Вот, деточкам твоим связала. Вот носочки. Смотри, какие хорошенькие. А вот это… Валя, Валя, пора идти, пора замочиться. Это мальчику. Я размеров не знаю. Ну, ничего. Если не подойдет, девочка носить будет. Спасибо большое. Ой, а это вам. Ой, спасибо. Спасибо. А вы с Гришей приезжайте к нам. Да, мы всегда будем рады вас принять. Ну, чего ты кричишь? Сашку разбудишь? Да, Бушка его не разбудишь. Под утро только заснул. Все стрелял. А вы с детками приезжайте, да. Спасибо. Пойдем. Нам пора. Спасибо. До свидания. Тебе счастья. Не обижайся, что я тебя провожаю. Сашка. Сашка, наш тот еще филин. Играет всю ночь. Потом спит до ужина. Я так вам благодарна. Кто бы мне еще так помогал? Пойдусь. Наталья, Наталья. Привет, мам. Привет. О, а чего это? Огурчики? Можно я один возьму? Ну, что это за привычка хватать со стола? А я аппетит нагоняю. А где Таня? Где отец? Чего? Таня где? Уехали уже. Как уехали? Куда? На вокзал. На какой вокзал? Саш, ты на время-то посмотри, Соня. Пятый час уже. Блин, мам, ну а че меня не разбудили, а? Спал. Жалко было будить. Да че-то волнуешься, отец ее отвезет и посадит на поезд. На какой поезд? Мам, на какой поезд? Это ее? Это ее заколка? Мам, я тебя спрашиваю, это она заколку забыла? Да, она забыла. Спасибо, что разбудили. Оглядываясь в прошлое без имени, Я нахожу ответ простой. Кам, ты забыла. Искали счастье взглядом подозрительным, Спеши ли жить всю жизнь остановим? Желание любить так ослепительно, что забываешь о самой любви. Я тебя чем-то обидел. Не. Не нужно ничего говорить. У меня любить, не зная, где ты и с кем. Отдавать, не ожидая, счастье взамен. Почему же так тревожно делает шаг к моей любви? Твоя душа. От нас с Гришей подарок. Моя мечта чиста и нерешительна. О, где же ты, мой ангел неземной? Я поняла искать любовь бессмысленно. Пускай она придет сама собой. Буду я любить, не зная, где ты и с кем. Отдавать, не ожидая, счастье взамен. Почему же так тревожно делает шаг к моей любви? Твоя душа. Красавчик. Вид? Доброе утро. Доброе. Меню можно? А что это с вами такое? Вот это? Да. Это зеленка, то есть это ветрянка. А вы не бойтесь, когда такая ерунда выскакивает, это значит, что я не заразный. Леб, ты не бойся, он правда не заразный. А чего вы дома не сидите? Да сидел я дома, целых десять дней просидел. Вот вышел на живых людей посмотреть. А вы что, теперь у меня даже заказ не примете? Ну ладно, приму. О, здравствуй. Радость. Здравствуйте. О, ветрянка, а я уже переболела в детстве. А я вот только совсем недавно начал болеть. А хотите историю? Да. Историю болезни, что ли? Почему болезнь? Историю, это просто. А, я ее хорошо знаю. Там была гора, на которой жила прекрасная девушка. Там была гора, на которой жил шикарный принц. Все верно, только наоборот. Там же шикарный принц. Время быстро, но не спеша. Лишь тебе я посвящаю каждый свой шаг. До чего же ты прекрасна и хороша. Моя любовь, моя душа. Доброго здоровья. Я перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я. Очень приятно. Если я не ошибаюсь, вы по поводу интервью. Да, это я вам звонила. Да. Прошу вас. Вы знаете, я пишу для журнала «Жизнь как чё». И вот ваша история показалась мне чрезвычайно интересной. Вы находитесь? Ой, Александр Захарович, я не поспеваю за вас. Вы всегда такой быстрый. Привычка. Слушайте, я, по-моему, первый раз так бегаю с тех пор, как меня муж оставил. Простите, Ирина, я на минуту. Да-да-да. Одну секундочку. Алло. Да-да, Алёнечка. Да-да-да, это я тебе звонила. Слушай, я тут с профессором, да, пытаюсь взять интервью. Ну, по твоей просьбе, конечно. Слушай, я вот что подумала, может быть, мы зайдём к тебе в кафе? Тихонечко сядем, да? Все, расспросим, спокойно. Слушай, у меня уже ног нету за ним бегать. Тихонечко сядем. Пит! Уи! Ууу! А это что? Это приглашение на юбилей. Что, какой-то древний старик будет праздновать у нас день рождения? Ну, почему древний старик? Это какой-то очень известный профессор, у которого юбилей, и которому его ученики решили сделать подарок. Пит, а я сегодня хорошо выгляжу? Ну, ты? Как обычно. Ну, в смысле, хорошо. Для тебя старалась. Спасибо. Слушай, слушай, а пойдём в кино? Я приглашаю. Лиз, ты же знаешь, что… Знаю. Знаю, что ты опять не сможешь. Ну, что у тебя на этот раз? У тебя вечно то работа, то забота, то и ещё чего-то. Какой слог? Лизонька, слушай, а ты стихи писать не пробовала? Слушай, а давай ты напишешь стих о том, как ты не хочешь пойти со мной в кино. Пит, ну объясни мне, чтобы я отстала от тебя наконец. И вот, что ты просто попасть, ты не можешь сделать не так, чтобы ты не можешь не ходить. Мне может быть в смысле, чтобы ты не хочешь вернуть, чтобы ты не хочешь, чтобы я не хочешь. Какого-то, я не могу чуть-чуть мне, чтобы не поездить. Подписывайся, я хочу! Вот так вот, я тут и в самом деле, что я не могу. Я ничего не хочу, думаю, что ли ты Dotty, лихий, не могу. Александр Сахарович, что же вы все время бегаете? Я сегодня целый день только то и делаю, что за вами бегаю. Ну, пожалуйста, прошу вас, не прячьтесь от меня. Обещаете не убегать? Представляете, за пятьдесят лет здесь ничего не изменилось. А вы что, жили здесь в молодости? Да, недалеко отсюда и бывал здесь частым гостем. Здесь было общежитие Музыкального училища. Одни девчонки. Привет, привет. Спасибо. Такая замечательная книга. С удовольствием прочитала. Привет. Держи. Это самый полный. Спасибо, Алик. Чертежи. Давай, грызи гранит науки. Так сложно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз. Полуторное соло. Па-па-па-пам. Что у нас здесь? М-м-м, Стравинский. Весна священная. Ноты отдай. Да. Выходи. Зачем? Ну, как-то зачем? За Стравинским? Ты посмотри, погода какая. Весна священная. Выходи. Не могу. Чему? Ну, у меня туфель нет. У меня с подружкой туфли одни на двоих, а она уже гулять ушла. Ну, а завтра выйдешь? Завтра твоя очередь туфли носить? Ты ноты отдай. Ага. Поосторожнее там. Ну, тогда, может, пригласишь? Я же все-таки самого Стравинского спас. И подруги нет. Еще чего? Ты посмотри, прыткий какой. Пригласишь — отдам. Ну, ты и нахал. А ты и нахал. Ага. 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 С моей девушкой я запомнил на всю жизнь. Ну и что? Потом, на следующий день вы встретились, да? Ну разве это кому-нибудь интересно? Ну что вы, это же самое интересное. Здравствуй. Привет. А чего у тебя там? Сюрприз. Какой? Ну-ка, угадай, в какой руке? В этой. Это что? Туфли. На глаз выбирал. Примерь, если не подойдут, поменяем. Ты серьезно? Давай. Да что? Ой. Ну как? Слушай. Да отлично. Мамочки. Здорово. Ну что, может теперь признаешься, как тебя зовут? Вита. Вита. Виктория. Значит, победа. Спасибо. Только не победа. Не победа, а травиата. Не понял. Ну чего непонятного? Тра-ви-ата. Вита. В общем, мамочка моя эту оперу любила слушать, когда меня носила. А-а-а. И назвала. Вот смешно. Правда, да? В таком случае разрешите представиться. Альфред. Вот это уже не умно. Я серьезно? Да прям. Мои родители меломаны, они, как ни странно, любят имена эту оперу, поэтому и назвали меня в честь героя. Альфред. Я серьезно. Да ну. Альфред Иванов. Ужас. Пару снимков для истории. Давай. Да. Так. Теперь туда. Ближе к цветам. Ага. Хорошо. Угу. Есть. Дальше. Погоди, погоди. Гениально. Отлично. А то. Ну что, пойдем? Пошли, только ты… Не торопись, а то я за тобой не успела. Удивительно, как интересно. А ведь вы Александр. Вы ее обманули, да? Нет, нет. Я действительно до двадцати пяти лет носил это имя. Альфред? А куда же оно потом делось? А потом я его поменял. По ряду причин. Подумайте, только Альфред Захарович Иванович. Извините. Это же ни в какие ворота не лезет. Впрочем, так же, как и Травиата Травникова. Травиата? Это что я так зву? Да, да, да. Ее так звали. Простите, а куда мы, собственно говоря, держим путь? Вы знаете, тут есть одно очень симпатичное кафе. Называется «Неодинокие сердца». Ну? Кое-кому нужна перезарядка. Вы знаете, я, честно говоря, с ног валюсь. Откровенно говоря, я тоже немного устал. Ну так ведите меня в свое кафе. Пойдемте. Лиза, ну а тебе вообще не надоело, а? Слушай, чё ты виснешь на нем, а? Ну ты же виснешь. Ну как-то немножечко так от него. Ну ты же девушка, ну какой-то… Ну, гордость надо иметь, что ли? Мамочка, а если он мне нравится? А он мне очень нравится. Только вот я ему почему-то не нравлюсь. Да истерика не метод. Спасибо, мамочка, за поддержку. Лиза, Лиза. А вот и мы. Познакомьтесь. Очень рада. Александр Захарович. Очень, очень. А это Алла, хозяйка этого чудесного заведения. Я очень рада. Она будет заниматься вашими мероприятиями. Да, да. Взаимно, взаимно. Ва-а, какое счастье! Спасибо. Может быть, лед? Ой, спасибо огромное. Стало быть, нужно вас просить, чтобы прекратилась вся эта катавасия. Это невозможно. Ваши ученики ни за что не откажутся от этого. Я вас прошу, проходите, пожалуйста. Не эти. Это наш администратор. Токарев. А ты что, знаком с профессором? Да. Я, я, к сожалению, не знал, что это он. Я не читал пригласительный. Ну здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Между прочим, это самый талантливый мой ученик последнего потока. Правда, полгода тому назад он оставил аспирантуру. Что вы говорите? Можно тебя на минуточку? Да, конечно. Послушайте, потрясающе. Как тетен мир? Сколь долго вы будете пребывать в трауре, аспирант Токарев? Вроде я как бы… Ты знаешь, я вообще разговаривала с одним студентом. Он потрясающий дядька. Потрясающе пятьдесятый год досидел, вышел, пошел преподавать, стал лучшим учителем. Он практически растворился в своих студентах. Послушайте, я прекрасно понимаю, что значит для человека потерять своего любимого навсегда. Но ведь жизнь-то не останавливается. Надо жить. Как-то. Возвращайся. Он никогда не был женат. Понимаешь, никогда не был женат. Ну, я знаю, что у него была какая-то жуткая личная трагедия. Но это человек, который сидел, который… Александр Захарович, пожалуйста, проходите. – Благодарю. – Ну, что, мы можем начать? Конечно. Трагедия не у меня. Трагедия у него. Они занимались в одной группе. Петя Токарева и Нина Тарасевич. Они вдвоем писали очень любопытные новеллы. Наша Петька? Да, да. Но потом так случилось, что Нина заболела, ее отправили за границу лечиться, но и там, к сожалению, ей ничем не помогли. То есть? После этого Петя замкнулся, ушел в себя и оставил аспирантуру. Ну… Знаете что? Вы напишите отчерк о нем. А то у нас, знаете ли, бытует такое мнение, что современную молодежь не способна ни чувствовать, ни любить. Это на самом деле очень интересная история. И я… Я думаю, что я об этом напишу обязательно. Но давайте мы сегодня поговорим о вас. Так. Значит, секундочку. Пит, я хотела сказать… Давайте-ка мы отложим нашу беседу. Мне нужно уходить. Вот, то есть мы можем перенести на завтра в это же время? Ну, конечно, конечно. Как вам удобно, ради Бога. Да. Да. На завтра. Ой. Слушай, наверное, я себя как-то неправильно веду. Ну, ты мне просто объясни, ну, почему нет? Петя, если ты очень этого хочешь, я тебе объясню потом. Здрасте. Здравствуйте. Я ошибаюсь или она очень похожа на Нину? Похожа. Да, очень. И поэтому ты работаешь здесь. Поэтому я собираюсь отсюда уйти. Потом попозже. Петя, не следует сторониться девушек, которые тебе могут понравиться. Пиши стихи. Я тебя жду. Ой, извините, Александр Захарович. Так мы с вами договорились, да? А, Аллочка, пока. Ага, пока. Вы опять от меня убегаете. Петя, пока. Играет музыка. Ты своего ждёшь? Угу. Он что, обещал прийти? Обещал. Ну, хорошо. Давай. Я уже побеж… Ой, побежала. Давай, всё, пока. Счастливо. 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 Может, мы играем такое красивое? Моцарт? Учить тебя учи, все равно не угадываешь. Ну, еще варианты. Да куда? – Бетховен. – Еще. Твойка вам, Иванов. Урока вы не знаете. Рахманинов. Это я написала. Для тебя. Теперь осталось только слова сочинить. Знаешь, я, может, и не знаю урока, но… Зато я очень хорошо знаю другое. Выходи за меня замуж. Ты чего сейчас сказал? Завтра же идем в ЗАГС. Я, конечно, напишу стихи, только я сомневаюсь, что они будут такими же хорошими, как твоя музыка. Какая разница? Ну, какая разница? Они же будут для меня одной. Да? Слушай, я не поняла. Ты там что? Сразу сочиняешь и печатаешь? Я… Я не свои стихи печатаю. Ну, вот. А зачем мне не твои стихи? Ты же сказал, что лично для меня. Извини, пока не получается. Угу. А эти, по-моему, отвечают на все твои вопросы. Погоди, печатать, нет? Ну, печатай хоть что-нибудь. Лиза! Лиза! Лиза, подойди ко мне на минутку. Мам, ну, что такое? Я стою, общаюсь. Я же говорю, подойди на минутку. Мне надо сказать тебе важную вещь. Иди сюда. Что? А ты знаешь, что выяснилось про Петю? А это какой год? Это я ее снял в пятьдесят втором году. Здорово. А эта девушка-то кто? Это моя сестра Рая. Это мои родители. Похоже. А это, глядь, травка. Какая она все-таки красивая. Да, да. Вы, наверное, были очень красивой парой. Извините, Александр Захарович, вы мне простите мою бестактность. А почему вы не женились? А вот и я. Принес? Принес! Да, дай сюда! Ну, дай сюда! Ну, дай же, я их прочитаю. Ну, скажи хотя бы, ну, что там? Лебединая песня. А лебеди поют-то вообще? Ты знаешь, что лебеди хранят верность друг другу до конца жизни? Нет. А песни они оплакивают потерю своего любимого. А ты будешь хранить неверность? Всегда? Какая же ты моя? Лебедь ты мой, лебедь. Вы что, целуетесь? Вы что, не знаете, Сталин умер? Ну, сами понимаете, до его похорон о свадьбе не могло быть и речи. А потом эти похороны. Вы были там? То есть, вы были там? Да, был. Мы пошли с ней вдвоем. Без нашей группы. Впрочем, если бы мы пошли с группой, возможно, было бы все иначе. Вы хотите сказать, что она ваша травка? Мы попали с ней на Трубной площади в колоссальный людской поток. Ведь, понимаете, неорганизованная фанатичная толпа – это страшная сила. И нас разделили как бы на две половины. Она кричала, звала меня к себе. Но я не мог к ней добраться. Ну, а потом я очнулся в больнице. И потом после больницы вы ее искали, да? Нет. Потому что прямо из больницы меня отправили в тюрьму. Дали пять лет, которые я и провел в лагерях. За что? За критику похорон товарища Сталина. Знаете, если вас действительно интересует моя жизнь, то вот в этом саквояже все мои записи, письма. Письма кому? Травки. Ясно. Извини, я одну строчку забыл, поэтому так думаю. Сейчас. Лебединая песня? Угу. Будешь одна в тишине. Прочти, мне кажется, хорошие стихи. Про лебединую верность, да? Ну, да. Лиза, я могу объяснить. Слушай, не надо ничего объяснять. Мне мама только что все объяснила, да. И про девушку тоже. Уж теперь я понимаю, почему лебединая верность. Слушай, прости. Да-да, все правильно. Это сто двадцать четыре. Что случилось? Что случилось? Мама! Сейчас, секунду, я перезвоню. Что, что, что случилось? Ты понимаешь? Он хранит верность ей. Господи Боже мой. Ожной. Вот, смотри. Ой, Боже мой. Лебединую верность возложу к твоему алтарю. Вы себе не представляете, как я вам благодарна. Ранеси ей извечность и надежду и веру мою. Если верите вы, что навек влюблены, никогда не сжигайте мосты. Ой, ну что, вам? Вам что, плохо? Любые преграды. Айсен Захарович, что с вами? Стул, стул. Ира, дай стул. Ты удержишь? Да быстрее, Ира. Нет, нет, не надо. Не надо. Все пройдет. Может быть, вы леду? Сердце? Нет, нет, нет. Стихи. Что? Это мои стихи. Я их написал. Их никто не знает. Они же здесь. Я их никому не показывал. Даже своим ученикам. Благодарю. Их знало всего два человека. Я и Травка. Ну что, пойдем? Твои стихи прочитала. Ты зачем так написал, как будто мы расстаемся? Ну что с нами теперь будет? У меня такое предчувствие нехорошее. Все будет хорошо. Не переживай. Лиза, откуда у тебя эти стихи? Пит напечатал и дал. Но он не мог знать этих стихов. Петя. Петя, а откуда у тебя вот эти стихи? Настя пела, я запомнил. А что? Официантка наша. Ну да. А Настя откуда знает? Вот этого я не знаю. Так, давай быстро к Насте и узнай, откуда у нее эти стихи. Идем, я тебе все объясню. Подожди, я куртку возьму. Дай иду. Кто это там? Ой, кто там пришел к нам в гости? Кто там? Привет. О, привет. Что там случилось? Что? Настя, ты мне это читала? Что? Что это я тебе? А, между прочим, у меня сегодня выходной дом. Да, мы знаем. Давай, Настя. Ну, если верить, что… Ой, слушай, заходите, заходите, а то у меня только… Боже мой, ну, они мне квартиру развалят. Ой, сейчас кто-то будет получать, а? Ник, Васька! Так, это… это я тебе такое читала? Ты мне это читала. А, читала. Так я даже пела на эти стихи песни, у нас вечер был в школе. Значит, ты мне это читала несколько дней назад. Где ты это взяла? У меня брошюра где-то дома есть. Ветхая старая брошюра. Слушай, а брошюрка эта где? Ну, где она? Здесь она, может быть, и здесь. И никто мне не скажет, что я вот эта красавица. У вас ты что, мамай прибегал? Ну, не надо, это у нас сегодня… Эти брошюру хватит. Ищи, ищи. Так, подожди. Это не здесь, это… О! Отлично. Я уберу, а вы придете и мне все разбросать. А что такое свербор из-за этой брошюры, а? Ну, ищи жену. Понимаешь, один человек написал эти стихи, но он их не издавал, понимаешь? Следовательно, их могла издать только его подруга, которую он считал погибшей пятьдесят пять лет назад. А сейчас появился шанс ее найти, понимаешь? Ага. И все-таки, Александр Захарович, вы так уверены, что она погибла? Я ей писал из лагеря, но не получил ни одного ответа. Ага. Но письма могли потеряться. Да вы знаете, я когда освободился, я посылал запросы всюду, но тоже безрезультатно, потому что Травяты Травниковой нигде не оказалось. Да и в училище мне сообщили, что она погибла во время похорон Сталина. Вот. Лебединая песня, слова А Иванова, музык В. Это тут запачкана, но это не мои дети. Вольнова? А кто это? Неважно. Главное, что слова его, Иванова. Спасибо. Пожалуйста. Лиза, пойдем. Э, ну это с возвратом. Ну, конечно. Дети, пока. Ага, знаем, да. Вот, вот она, ваша лебединая песня. Ой, Марковна, я перезвоню. Обязательно перезвоню. Можно? А, да. Слова А Иванова, а музыка… Вольновой, кажется. В Виолетта. Вы знаете, она, она собиралась поменять свое имя на Виолетту. Послушайте, давайте я съезжу в авторское общество и там все выясню. В конце концов, они должны сохранить информацию об авторах. Да, прекрасно. Да. Минуточку, пожалуйста. Если, если выяснится, что это действительно она, передайте ей это. Да, конечно. Только вы не волнуйтесь, мы быстро. Поехали. Все, все, все хорошо. Не волнуйтесь. Можно я буду называть тебя Травка? Моя Травка. Называй. Все равно лучше, чем… Не нравится мне мое имя. Мамочка неграмотная была, не знала, что Травята совсем не имя. Героиню-то Виолетта зовут. Все называют Витой, а ты называй Травкой. Травкой. Мне нравится. Мне мое имя тоже не нравится. Ну, какие мы с тобой, Альфред и Травиата. Что, не похожи мы на героев оперы? Ты знаешь, я думаю, у нас, в отличие от них, все будет хорошо. В. Вольнова. Боже мой, прекрасное издание. А вот вы знаете, в таком же издании был напечатан романс. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы… Простите, нам Вольнова нужно. Вольнова. Вольнова. Год рождения. В пятьдесят третьем ей было семнадцать. Тридцать шестой. Тридцать восьмой. Шестой. А эта песня, это ее единственное произведение? Больше она что, ничего не написала и не издавала? Простите, но эта информация мы не владеем. Скажите, а она жива? Ну, данных о смерти, к сожалению, у нас нет. Но это еще ничего не значит. Давайте поищем. Вот. Вот. Вольнова. Виолетта Павловна. Тысяча девятьсот тридцать шестой год рождения. А вы не могли бы дать адрес? Конечно. Да, у нас встреча учеников, да. Да. Нет, это, это последний переулок налево. Да, спасибо. Спасибо. Ждем. Конечно. Слушай, а ты бы стал меня искать, если бы мы потерялись? В смысле? Ну, ладно. Ну, стал бы ты меня ждать? Или вот как этот профессор своей. Вот он уверен, что она умерла, писал ей письма. Ты бы стал? Ну, Аллочка, ты сначала того. А потом я уж посмотрел бы. Да. Да ладно. Да ну, я знала. Ну, обязательно какую-нибудь, обязательно какую-нибудь гадость мне скажешь. Я… Ну, ладно, глупая. Глупая. Ну, как я без тебя? Кто меня будет на подвиги толкать, а? Глупая. Лиз, Лиз. Подожди. Что такое? Слушай, ну, а вдруг она вышла замуж? И что? Ну, что? Сейчас откроет ее муж. И что? Что мы ему скажем? Тихо-тихо-тихо. Ну, кто мы такие? Ну, не знаю. Ну, придумаем что-нибудь. Скажем, что… Журналисты скажем. Ну, звони давай. Боишься. Добрый день. Спасибо. Спасибо. И себе. Давай, худенькая такая. Лопай. Держи. Скажите, пожалуйста, а вот Вита, это же ваше неполное имя, правда? Да, вы правы. Меня зовут Виолетта. Но до восемнадцати лет я была травиатой. Можете смеяться? Лизонька, достань, пожалуйста. И еще один вопрос. Вот эта песня. Ребединая песня. Вы к ней музыку написали? Да, было. Сочинила. Единственный раз в жизни. А слова здесь чьи? Слова? Этого человека нет на свете. Давно. Пятьдесят пять лет. Это был очень дорогой мне человек. Лежите, товарищ. Через час обед будет. Покормят вас. Где я? Очухалась. Я в больнице? Наконец-то. Седьмой день в больнице. Где ж ты? Где? Радуйся, что жива осталась. А где Алик? Скажите мне, где Алик? Мы вместе в Дом Союза вшли. Кто же его теперь найдет Алика твоего? Помер, небось, помер. Алик! Алик! Сегодня погибло тысяча. Раз до сих пор не нашел тебя твой Алик. Нет уже, небось. Вот. У меня остались от него только эти стихи. Почему вы были уверены, что он умер? Нет, я долго не верила, что его нет. Но я вышла из больницы только через месяц. И сразу побежала к его родным. И вот его сестра. Здравствуйте, Раечка. А Алик дома? Нет. Его здесь нет. Его больше вообще нет. Вита, вы к нам больше не приходите, хорошо? Договорились, не приходите к нам. Ну, она ведь вам не сказала, что он умер. Правильно? Я долго не верила, что его нет. Очень долго. Даже в шестьдесят первом году, когда печатали этот сборник, Алика искали как автора. Не нашли. А тогда, в пятьдесят третьем, я бросила учебу, поменяла имя и взяла фамилию отца. А вы были замужем? Нет. Должна была однажды выйти. Ну, все расстроилась. Вот так и осталось одно. Простите за просьбу, но вы бы могли эту песню спеть? Я тысячу лет не пела. Ну, нам очень хочется послушать. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, проговорите. А не надо, я и так помню. Да-да, Лиза, да. Лиз, ну, что ты шептешь, а? Я не понимаю. Ну, а где профессор? Профессор у себя дома с Ирой. Ой, извините. Алло. Что? Хорошо. Возьмите вас. Да. Нашли? А она что, жива? Если верите вы, что навек влюблены, Никогда не сжигайте мосты. Мне любые богатства теперь не нужны только ты. Лебединую песню Возложу к твоему алтарю. Пронеси через вечность Ты надежду и веру мою. Правка. Если видишь судьбу Правка. Не жалея себя, доплыви. Без боязни теперь я добраться могу До любви. Лебединую верность Лебединую верность Возложу к твоему алтарю. Пронеси через вечность Ты надежду и веру мою. Если прошлое прожили вы наугад, Отыщите маяк впереди. Среди бури теперь я не вижу преград, Только жди. Лебединую верность Возложу к твоему алтарю. Пронеси через вечность Ты надежду и веру мою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова